Алексей Фёдорович Лосев. Владимир Соловьёв и его время. Предисловие Тахо Годи. Москва. Молодая гвардия. 2000 год. Книга крупнейшего русского философа Алексея Фёдоровича Лосева 1893-1988 годы представляет собой творческую биографию одного из выдающихся русских философов XIX века Владимира Сергеевича Соловьёва 1853-1900 годы. Из истории книги о Владимире Соловьёве. Свою и даже очень незаурядную историю имеет книга Лосева о Владимире Соловьёве. Начиналась эта история в давние, благодатные, ещё мирные времена, когда юному гимназисту Алексею Лосеву оставался год до окончания классической гимназии в городе Новочеркасске, столице области войска Донского. Именно тогда, в 1910 году, директор гимназии наградил своего воспитанника, увлечённого философией, собранием сочинений Владимира Соловьёва, который наряду с Платоном, его книги Лосев уже имел в своей библиотеке, стал вечным спутником долгой жизни Алексея Фёдоровича Лосева. Примечание. Подробно о жизни Лосева смотри Тахо Годи. Лосев, Москва, 1997 год. Конец примечания. Гимназист Лосев много работал, недаром окончил курс с золотой медалью. Выписывал ряд научно-популярных журналов, таких как «Вокруг света», «Природа и люди», «Вестник знания». Брал в гимназической библиотеке журнал «Вера и разум», читал философов, богословов, физиков, астрономов, естествоиспытателей. Он уже написал исследование «Значение наук и искусств» и диссертация «Руссо. О влиянии наук на нравы», напечатано в журнале «Человек», 1995 год, номер первый. Выступил с большим докладом на эту тему перед своими сотоварищами, сочинил статью «Атеизм. Его происхождение и влияние на науку и жизнь». Примечание. Напечатано в журнале «Студенческий меридиан», 1991 год, номер пятый. Конец примечания. Алексей Федорович вспоминал Лосев из «Воспоминаний. Студенческий меридиан», 1990 год, номер пятый. Что в свои 17 лет он подробно изучал сочинения Владимира Соловьева, этого не очень легкого философа, и понимал в нем многое, не так уж элементарно. Примечание. Лосев из «Воспоминаний». Студенческий меридиан, 1990 год, номер пятый, страница тридцать первая. Конец примечаний. Страница шестая. В то время он знакомился с теоретическими трудами философа, с его диалектикой, ярко выраженной в кризисе западной философии против позитивистов, в философских началах цельного знания, в критике отвлеченных начал. И это характерно. Юный Лосев учился у Платона и Соловьева диалектики, ставшей основным методом его собственной философии, а позитивизм, как результат кризиса западной философии, всегда был чужд Лосеву и подвергался им заслуженной критике. Интересовался молодой человек литературными статьями Владимира Соловьева о русских поэтах, не всегда правда с ним соглашаясь. Против Соловьевского понимания поэзии любимого Лермонтова он глубоко восставал, однако работы общественно-политического, исторического, богословского содержания пока оставались непрочитанными. Не так-то легко было гимназисту охватить все восемь томов сочинений Владимира Соловьева, составлявших первое их издание. Второе, уже десятитомное, вместе с отдельно вышедшими четырьмя выпусками писем философа, Алексей Федорович приобрел позже, и оно сохранилось в библиотеке философа после уничтожения его дома в Москве на Воздвиженке фашистской фугасной бомбой военным летом 1941 года. Алексей Федорович считал Владимира Соловьева своим первым учителем, особенно в диалектике конечного и бесконечного. Однако конечное и бесконечное были для Лосева, в отличие от Владимира Соловьева, не абстракцией, а той подлинной реальностью, в которой они неразличимо совпадают. Именно эта конкретная, вполне реальная диалектика противоположностей осталась для Лосева на всю жизнь первоначальной азбукой философствования. Лосев из Воспоминаний. Студенческий меридиан. 1990 год. Номер 5. Страница 31. Конец примечания. Особенно привлекало юного Лосева учение о всеединстве, столь характерное для русского философа. Свою приверженность этой идее юный Лосев выразил в обширном сочинении, настоящей научной работе, высший синтез, как счастье и ведение. Примечательно, что автор писал свою работу накануне отъезда в Москву буквально в течение двух дней. Он поступает в Московский императорский университет и уезжает из родного города к первому сентября 1911 года. Надо успеть, он торопится, пишет спешно, неразборчиво, зачеркивает, вставляет слова, делает сноски. Страница 7. Сочинение это сохранилось в архиве Алексея Федоровича и, как теперь известно, оказалось так и незавершенным. Его вытеснили университетские заботы. Но главные идеи уже были высказаны. Наука, философия, религия, искусство, нравственность, то есть все то, что образует духовную жизнь человека и является в конечном итоге высшим синтезом, нашло свою опору в Соловьевской теории всеединства и осталось для Лосева основным принципом его философии и мировоззрения. Мир представляет, по Лосеву, единораздельный целостный универсум, чьи взаимозависимые части несут на себе печать его целостности, сущность которых можно изучать во всех их внешних проявлениях и формах. Изучению этой целостности Лосев посвятит свои книги, причем изучению диалектическому, ибо диалектика – это глаза, которыми философ может видеть жизнь. Философия имени, 1927 год, страница 19. При первой возможности молодой человек собирался вновь вернуться к Владимиру Соловьеву, однако эта первая возможность представилась через десятки лет. Сначала пришла Первая мировая война 1914, потом 1917 год – революция, затем Гражданская война. Алексей Лосев, окончивший в 1915 году университет по двум отделениям – философскому и классической филологии, оставленный при университете для подготовки к профессорскому званию, так и не увидел больше ни матери, ни родных мест. В 1919 году он уже профессор Нижегородского университета. Все 20-е годы член Государственной академии художественных наук, последнего прибежища интеллектуалов, закрыто к 1930 году. Философия не только не поощряется, но уничтожается. Русские философы Серебряного века, такие как Бердяев, Франк, Булгаков, Ильин, все участники религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева, который с 1911 года посещал молодой Лосев, вместе с лучшими представителями интеллигенции России, высланы в 1922 году за границу по указанию Ленина. Лосев молод. Он еще не выпустил ни одной книги, но активно работает в Академии художественных наук, занимаясь эстетикой, психологией творчества, теорией музыки. Он ученик известного итальянского педагога, лауреата Флорентийской музыкальной академии Стаджи. Главное же, пишет книги, философские, опасные для властей. Это же откровенный идеализм, чуждой стране, строящей социализм. Издаст он с 1927 по 1930 год восемь томов. Наказание уже подстерегает философа. Сначала травля в марксистской печати, как врага советской власти и советской науки. В 1930 году арест, осуждение на 26 съезде ВКПБ, в речи Кагановича, затем лагерь на стройке Беломорско-Балтийского канала. Страница 8. После освобождения полуслепым и возврата в Москву жизнь опального профессора без постоянного места работы запрет властей на печатание книг в течение 23 лет. А тут еще и война, и гибель дома, и разорение. Только с 1944 года постоянное скромное место профессора латинского и греческого языков в московском пединституте имени Ленина, и, наконец, открывшаяся возможность печатать новые книги, над которыми не переставал все годы трудиться после смерти Сталина. К учителю юных лет, к Владимиру Соловьеву, Алексей Федорович возвращается на склоне жизни. Ему скоро исполнится 90. Судьба даровал Алексею Федоровичу долгий жизненный путь, как бы вознаграждая за все лишения, неспосланные раньше, и представила ему новую, но, увы, последнюю возможность встретиться с Владимиром Соловьевым. Лосев, завершая огромный восьмитонный труд в десяти книгах «История античной эстетики» 1963-1994, седьмой и восьмой тома, напечатанный посмертно, пишет книгу о Владимире Соловьеве. Пишет он ее вдохновенно, не обращая внимания на цензуру и возможные препоны. Он их достаточно натерпелся за свою большую жизнь. Издательство «Мысль» в лице заведующего редакции философского наследия Литвиновой предлагает Алексею Федоровичу издать небольшую книжечку «Владимир Соловьев» в серии «Мыслители прошлого». Эта дешевая по цене книжечка о Соловьеве стоила 25 копеек, но серьезная по содержанию серия чрезвычайно популярна, благодаря солидным авторам и тиражам по 100 тысяч. Лосев вынимает из большой книги, над которой работает несколько частей, сокращает 100-страничную биографию Соловьева до 16 страниц, делает композиционные изменения, учитывает тип книжечки и передает в издательство. Книжное обозрение о 29 апреля 1983 года возвещает в рубрике «Книги недели» о выходе этой маленькой книжечки. Но радоваться рано. Книжка в глазах Комитета по печати тогда уже поступил донос, настолько вредна, прославляя махрового идеалиста, мистика, богослова, что ее следует немедленно уничтожить. Примечание. Любопытно, что уже 6 мая 1983 года рубрика «В книжном обозрении» заменена. Она называется «Сигнальные экземпляры недели». Вышедшую книгу нельзя уничтожить. На это ссылался Лосев. А «Сигнал» — это еще не отпечатанный тираж. «Книга объявлена, но не вышла в свет». Конец примечаний. Глава Комитета пастухов любезно поздравляет 90-летнего Лосева с юбилеем. Страница 9. Одновременно он запрещает его вышедшую книжку, задерживает другие его труды, направляет во все крупные издательства приказ строго соблюдать марксистскую идеологию и налагает наказание на сотрудников издательства «Мысли». Только благодаря хлопотам в верхах и сочувствию ряда лиц огромной помощи оказал Гулыга сказывается веяние наступающей новой эпохи. Книгу не уничтожают. Если раньше ссылали авторов, то теперь ссылают маленькую вредную книжечку о Владимире Соловьеве. В Магадан ее, на Дальний Восток, в Среднюю Азию, в горные аулы Кавказа, в места, недоступные. Но любознательный читатель уже знает о выходе книжки. Ее покупают из-под полы в Москве и Ленинграде за безумную тогда цену в сто рублей. Ее скупают в глухих углах. Поклонники Лосева везут ему в подарок эту ссыльную книжечку, и он одаривает ею своих друзей. Замечательный экземпляр ее с исправленными черными чернилами, с перечеркнутыми страницами, с вклейками, где все наоборот, результат приказа Комитета по печати, сохраняется в архиве Алексея Федоровича и поныне. Более того, он переснят на пленку кинорежиссером Виктором Косаковским, автором фильма «Лосев», снятого в последний год жизни философа и вышедшего в свет после его кончины. «Лосев» же, несмотря ни на что, продолжал работать над своей книгой, делал многочисленные вставки, дополнения, завел листы, на которых значилось «вставки», «последние вставки», «самые последние вставки», «главное», «самое главное» и так далее. Все это надо было приводить в порядок, в систему и, в конце концов, в стройную книгу. Алексей Федорович успел ее завершить. Написал последние слова, обращенные к Владимиру Соловьеву. «Спасибо ему». Машинистка наш друг Лиля, печатая эту книгу и читая заключительные ее главы, плакала. Кончил Алексей Федорович книгу о любимом с юных лет философе, но тут уже завершилась книга его собственной жизни. Судьба перелистывала ее последние страницы. В день почитаемых Алексеем Федоровичем славянских просветителей, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, покровителей философии и филологии, им была посвящена в гимназии «Домовая церковь, столь любимая мальчиком». 24 мая 1988 года русский философ Алексей Федорович Лосев скончался. До последних дней он не оставлял своих книг, беспокоился об их будущем. Поэтому за две недели до его кончины я передала рукопись Владимир Соловьев и его время главному редактору издательства «Прогресс» Авеличеву, который еще будучи директором издательства МГУ напечатал там две книги Лосева «Эллинистическая римская эстетика» первой-второй века нашей эры и знак-символ-миф. Страница 10 В 1990 году книга «Владимир Соловьев и его время» вышла в свет. Примечательно, что в заметке, опубликованной в независимой газете по поводу выхода книги «Маленькая книжечка Владимир Соловьев» отнесена на 20 лет назад. Видимо, время было столь насыщено событиями и так уплотнилось, что 1983 год стал в 1991 году ощущаться как очень далекий 20-летний период. Явная аберрация, но характерная. Время ускорило свой бег. Редкие фотографии книги, особенно касающиеся «Хитрово» и «Семьи Трубецких», подбирались из семейного альбома прошлого века, ставшего доступным по просьбе наших с Алексеем Федоровичем друзей, сестер графини Бобринской и графини Комаровской, внучек Антонины Николаевны Трубецкой, сестры философов, братьев Сергея и Евгения Трубецких и супруги Самарина. Во владении Бобринской и Комаровской находилась также рукопись переданной им в свое время нашим общим другом Кашкаровым, который принимал деятельное участие в издании Лосевской истории античной эстетики, а затем, уехав в Соединенные Штаты, возглавил известный эмигрантский новый журнал. Примечание. Помощь наших с Алексеем Федоровичем друзей неоценима, а память о скончавшихся Кашкарове и Бобринской прибудет всегда со мной. Конец примечания. Рукопись, о которой я пишу, принадлежит Лукьянову, известному издателю трехтомного труда о Владимире Соловьеве в его молодые годы материалы к биографии. Книга первая, Санкт-Петербург, 1916 год. Книга вторая, Санкт-Петербург, 1918 год. Книга третья, выпуск, первый Петроград, 1921 год. Примечание. В 1990 году было осуществлено Носовым фоксимильное издание этого труда с дополнительным выпуском вторым, книги третьей, не вошедшим в первое издание. Конец примечания. При издании книги «Владимир Соловьев и его время» в серии «Жизнь замечательных людей» мы помещаем эту рукопись, важную для всех, кто интересуется образом хитрово, игравшей столь незаурядную роль в биографии Владимира Соловьева. Кроме того, в нашем издании печатаются главы, не вошедшие в книгу из-за отсутствия возможности у ее автора расширить свой труд. Сама жизнь поставила преграды и ограничила время работы для Лосева, который, по его словам, уже уходил в бездну истории. А. А. Тахо Годи Страница 11 Часть 1 Жизненный путь Владимира Соловьева Глава 1 Детские годы 1853-1864 Владимир Сергеевич Соловьев родился в Москве 16 января 1853 года в семье крупнейшего русского историка Сергея Михайловича Соловьева 1820-1879 Обстановка ранних лет Владимира Соловьева сложилась весьма благоприятно для его последующего духовного развития. Эта обстановка не только была причиной раннего овладения иностранными языками, но она навсегда также стала еще причиной глубокого интереса к большим и самым широким вопросам жизни и мировоззрения. К этому нужно прибавить, что отец Сергея Михайловича Соловьева был духовного звания. Это был протеерей Михаил Васильевич Соловьев умер в 1861 году законоучитель кометческого училища. О нем сохранилось предание как о человеке и возвышенно настроенном и в то же время весьма склонном к юмору, любившим остроумно шутить и вести себя весьма непринужденно. Его внуки собирались у него по воскресеньям, причем все были убеждены, что добрый дедушка беседует с самим Богом и Бог тоже беседует с ним. Что же касается юмористики, то о совмещении духовных настроений и юмористике у деда Владимира Соловьева необходимо сказать еще и потому, что как раз этим совмещением отличался и сам Владимир Соловьев. Юмористикой даже ирония пронизывают у него иной раз даже самые серьезные философские или литературные рассуждения, не говоря уже о том, что и в быту Владимир Соловьев, как это мы будем встречать еще не раз, удивительным образом тоже одновременно и производил на своих собеседников весьма глубокое впечатление и был остриком любителем шуток, баловства и всякой юмористики. Тут, между прочим, залегает весьма важная проблема всей личности и всего творчества Владимира Соловьева. Страница двенадцатая Многие вообще считали возвышенный идеализм и юмористику результатом внутреннего раздвоения философа и вообще чем-то весьма отрицательным. Но это едва ли так, ведь Владимир Соловьев вообще изучен пока еще очень мало, и то, что у него весьма оригинально многим представляется чем-то непонятным и противоречивым, чем-то даже унизительным, что касается автора настоящей работы, то он убежден и в полной естественности такого видимого раздвоения у философа и в ярко выраженной оригинальности его таланта. Юмористика была у него не отрицанием возвышенного идеализма, а наоборот свидетельствовала о непоколебимых основах последнего. Владимир Соловьев невинно шутил и смеялся, подтверждая тем самым свое радостное состояние и свое духовное веселье в связи с незыблемостью для него исповедуемых им великих истин. Если вернуться к семейной обстановке Владимира Соловьева в его раннем детстве, то необходимо заметить, что Михаил Васильевич Соловьев пользовался в своей семье большим авторитетом и был всеми любим. Своё самое большое произведение «Оправдание добра» Владимир Соловьев посвятил отцу и деду с чувством живой признательности и вечной связи. Владимир Соловьев вообще гордился своим духовным происхождением, хотя предки Михаила Васильевича Соловьева были простые крестьяне. Отец Владимира Соловьева, упомянутый нами раньше историк, отличался строгостью нрава, необычайной систематичностью в своих исторических занятиях, в силу чего он почти каждый год издавал по одному тому своей истории России с древнейших времен 1851-1879 годы, а таких томов он издал 29. В его семье все было подчинено строгим правилам, которые и обеспечивали для Соловьева его необычайную научную продуктивность в течение всей его жизни. Сергей Михайлович вставал каждый день рано, зимой в семь, летом в шесть часов утра, и всю жизнь оставался символом самоотверженного труда. О семье он даже мало заботился, потому что его верная жена и без того следила за порядком, тишиной и благоприличием в доме. Даже и за детьми следил он очень мало, так что и Владимир Соловьев, глубочайший уважавший отца, собственно говоря, никогда не испытывал к нему настоящих сердечных чувств. Его история России с древнейших времен современными историками расценивается весьма высоко. В молодости он слушал Гизо и Мишле, исторический процесс понимал весьма органически, сделал большой вклад в истории развития русской государственности, был настроен прогрессивно и либерально, имея среди своих учеников таких, как Ключевский. Страница тринадцатая. Исторический метод Соловьева был достаточно объективен, в меру консервативен и в меру либерален. Как и сам Соловьев, этот метод был очень деловым и не содержал никаких излишних увлечений. Изображаемых им царей он не очень любил, а с симпатией относился только к правителям западного направления. Любил Владимира Мономаха и особенно Петра Первого. Анну Иоанновну он расценивал настолько низко, что его супруга Поликсена Владимировна относилась к ней как к своему личному врагу. Вежливый, услужливый, терпеливый, всегда благожелательный и деловой, он недаром стал ректором Московского университета, а указанные его положительные черты во многом перешли к Владимиру Соловьеву. Наука и служебная деятельность были для Сергея Михайловича Соловьева главным интересом в жизни. Единственное развлечение, которое он себе позволял, это бывать по субботам в итальянской опере, но каждое воскресенье утром он непременно присутствовал на обеде. Все исторические материалы, которые можно собрать относительно личности Соловьева, неизменно характеризует этого человека как весьма редкого по своей устойчивости, выдержке и гармоничности. Для дворянства он, собственно говоря, был чужаком, имея духовное происхождение. Тем не менее, его знания, устойчивость характера, скромность поведения и гармоничная, солидная умеренность взглядов дошли до двора, куда он даже был приглашен преподавать историю сыну Александра Второго, тогдашнему наследнику, рано умершему, Николаю Александровичу, а после смерти этого последнего новому наследнику, будущему Александру Третьему. Кое-кто и знать и даже смущался этим обстоятельством, и, например, князь Вяземский был даже определенным врагом Сергей Михайлович Соловьев. Но у него были и защитники, вроде графа Строганова, который боялся, не будет ли Соловьев в своем преподавании при дворе противником Карамзина. Дело в том, что Карамзин был не только убежденный монархист, но и считался при дворе большим авторитетом. А Соловьев как раз Карамзина-то и не очень любил, и по своим историческим методам был гораздо либеральнее его. Подлинным создателем русской историографии он считал не Карамзина, а Пушкина с его истории Пугачевского бунта. Однако он был не из тех людей, которые лезли на рожон, и потому его анти-Карамзинство нисколько не мешало ему преподавать при дворе. Соловьев был самый настоящий западник, но он никогда не стремился ни к какой агитации, не афишировал своего западничества и никогда не делал из него никакой сенсации, никакой шумихи. Страница 14. Западничество никогда не доходило у него не только ни до какой партийности, но даже просто до идеологии. Он всегда вел себя спокойно, сдержанно, естественно и солидно. Этим и объясняется то, что его допускали ко двору. Все это было для него только обыкновенной и естественной научной или научно-административной работой. Об умеренном либерализме Соловьева свидетельствует, например, тот факт. Когда он увидел, что его сын Владимир читает Ренана, то он не стал поднимать скандала и не запретил сыну читать Ренана, считая, что всему свое время и что скоро Владимир сам поймет пустоту исторических методов этого автора. Он только сказал, вот, нашел с кем возиться. У Ренана не только мысли, но и цитаты все фальшивые. И действительно, в ближайшие же годы еще 23-летним молодым человеком Владимир Соловьев во время своего первого заграничного путешествия был в Париже и посетил Ренана. 9 мая 1876 года он писал Янжулу. Познакомился я с известным Ренаном пустейший болтун с дурными манерами. Примечание Владимир Соловьев письма Петроград 1923 год страница 147 Сочинения Владимира Соловьева будут цитироваться по следующим изданиям Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева под редакцией и с примечаниями Сергея Михайловича Соловьева и Радлова том 1-10 второе издание Санкт-Петербург 1911 1914 годы Письма Владимира Сергеевича Соловьева под редакцией Радлова том 1-3 Санкт-Петербург 1908 1911 годы Владимир Соловьев Письма под редакцией Радлова Петроград 1923 год Конец примечания В письме к Цертелеву от 19 июня того же 1876 года по поводу одной просьбы последнего Владимир Соловьев писал, что Ренан произвел на него впечатление пустейшего в роля Примечания Владимир Соловьев письма том 2 страница 233 Конец примечания Эпикурейско-скептическое мировоззрение Ренана, который, будучи крупным гибраистом, написал весьма поверхностную и легковесно билетристическую жизнь Иисуса, конечно, могло вызвать у Владимира Соловьева только отвращение, так что на Ренане либерализм Сергея Михайловича Соловьева проявился полностью. В 1864 1870 годах Сергей Михайлович Соловьев был деканом вновь организованного историко-филологического факультета Московского университета, а в 1871 1877 годах также ректора Московского университета. Кроме того, в 1872 году он был избран членом Академии наук. К разного рода событиям и реформам в России он относился весьма критически и особенно больших иллюзий относительно чего бы то ни было не питал. Как мы увидим ниже, даже и в историческом прогрессе, который многими превозносился, он в конце концов был разочарован. Страница 15 И несомненно его критический историзм в значительной мере перешел и к сыну его Владимиру Соловьеву. Небезразлично также и то обстоятельство, что мать Владимира Соловьева Поликсена Владимировна, происходя из украинско-польского рода, имела своим предкам замечательного мыслителя XVIII века Григория Савича Сковороду 1722-1794 годы. Между прочим, творчество и личность Сковороды тоже иной раз отличались весьма интересным и значительным соединением необычайно возвышенного образа мышления, почти прямого платонизма и опять-таки все той же юмористике. Правда, родство со Сковородой у Поликсена Владимировны было довольно отдаленное. По одной генеалогии он приходился двоюродным дедом, а по другой даже двоюродным прадедом. Но и из генетики и жизненных наблюдений мы знаем, что физические и психические особенности человека часто бывают весьма устойчивыми и нередко передаются через несколько поколений. Насколько высокая культура царила в доме историка Сергея Михайловича Соловьева, можно судить и по тем литературным деятелям, которые отсюда вышли. В свое время большой известностью пользовался старший брат Владимира Соловьева Всеволод Соловьев 1849-1903 годы. Это был довольно крупный писатель, особенно известный своими романами на исторические темы. Не будучи первоклассным романистом, он все-таки писал романы так художественно и так сюжетно занимательно, что они еще и сейчас читаются не без интереса. Несомненно, большим литературным талантом отвечалась сестра Владимира Соловьева Поликсена, писавшая под псевдонимом Аллегро 1867-1924 годы. Ей принадлежат несколько сборников стихов и рассказов. Стихи ее часто полны тонкой грусти и являются предсимволическими или прямо символистскими. Из большой семьи историка Соловьева всего было 12 детей стоит упомянуть еще младшего брата Владимира Соловьева Михаила 1862-1903 годы филолога историка преподавателя гимназии и переводчика Платона. Как мы увидим ниже Владимир Соловьев в конце жизни задумал перевести всего Платона и даже договорился об этом издании с прогрессивным в те времена московским издателем Солдатенковым. Но безвременная кончина Владимира Соловьева помешала довести этот труд до конца. Он успел перевести только первый том и часть второго тома. Целиком же этот второй том был издан уже после смерти Владимира Соловьева с переводами Сергея Трубецкого и Михаила Сергеевича Соловьева. Сын же Михаила Сергеевича Соловьева, которого в дальнейшем мы будем называть Сергеем Михайловичем Соловьевым младшим 1885-1942 годы, был чистейшим и известнейшим символистом, весьма талантливым переводчиком с древних языков и по своим религиозным взглядам весьма близким и к Владимиру Соловьеву и к своему отцу Михаилу Сергеевичу. Страница 16-я. Таким образом, ближайшее семейное окружение Владимира Соловьева отличалось весьма большой культурой, весьма благородным и тонким отношением к жизни и глубочайшей преданностью высоким идеалам искусства и религии. Все это, конечно, дает нам возможность точно определять основные истоки духовной деятельности и самого Владимира Соловьева. Глава вторая. Школьные годы 1864-1869. Среднее образование Владимир Соловьев получил в Московской пятой гимназии, в которую поступил в 1864-м году. По разного рода соображениям его определили не в первой, а сразу в третий класс. Гимназию он окончил в 1869-м году с золотой медалью и занесением на гимназическую золотую доску, которая помещалась в актовом зале гимназии. О гимназических годах Владимира Соловьева имеются некоторые сведения, касающиеся как его образа жизни, так и его умонастроения. Что касается мальчишеского поведения Владимира Соловьева в эти годы, то здесь своевременно будет сказать, что он был очень близок со своими сверстниками Львом Михайловичем и Николаем Михайловичем Лопатинами, потому что их отец, юрист Михаил Николаевич Лопатин, был близким другом историка Сергея Михайловича Соловьева. Лопатину было всего семь лет, когда его семья познакомилась с Соловьевыми, и он был всего на два года моложе Владимира Соловьева. Лопатин 1855-1920 годы был впоследствии известным профессором философии в Московском университете. В течение всей своей жизни высоко ценил Владимира Соловьева и много о нем писал. В подробном письме Стасюлевичу в январе 1893 года Владимир Соловьев весьма красочно описывает свои мальчишеские проделки и каверзы совместно с Лопатинами в гимназические годы, когда они, например, пугали летом на даче в Покровском Стрешневе, купавшихся в реке дачниц, являлись людям в одеянии, привидений и прочего. Стасюлевич 1826 1911 годы историк, сначала студент, а в дальнейшем преподаватель Петербургского университета, ушел в отставку в 1861 году из-за сочувствия студенческим волнением. Страница 17-я Он был также основателем и редактором Вестника Европы с 1866 по 1908 год. Владимир Соловьев едва ли был с ним слишком близок ввиду равнодушия Стасюлевича к религиозно-философским вопросам. Однако благодушный Владимир Соловьев писал ему много писем, главным образом в связи со своей работой в Вестнике Европы. Но одно письмо, указанное у нас выше, содержит интересные воспоминания Владимира Соловьева о своих школьных годах. Так, он описывает такого рода мальчишества вместе с Лопатиными в селе Покровском Глебове Стрешневе. В настоящее время это уже один из районов самой Москвы. Цель нашей деятельности за это время, пишет Владимир Соловьев, состояла в том, чтобы наводить ужас на Покровских обывателей, в особенности женского пола. Так, когда дачницы купались в протекающей за версту от села речки Химки, мы подбегали к купальням и не своим голосом кричали «Пожар! Пожар! Покровская горит!» Те выскакивали в чем попало, а мы, спрятавшись в кустах, наслаждались своим торжеством. Владимир Соловьев, письма, 1923 год, страница 60-я. О мальчишествах другого типа с теми же Лопатинами Владимир Соловьев в том же письме к Стасюлевичу пишет «О томы изобретали и искусно распространяли слухи о привидениях, а затем принимали на себя их роль. Старший Лопатин, не философ, отличавшийся между нами физической силой и ловкостью, а также большой мастер в произведении диких и потрясающих звуков, сажал меня к себе на плечи верхом, другой брат надевал на нас обоих белую простыню, и затем эта необычайного вида и роста фигура в лунную ночь, когда публика, особенно дамская, гуляла в парке, вдруг появлялась из смежного с парком кладбище, и то медленно проходила в отдалении, то устремлялась галопом в самую середину гуляющих, испуская нечеловеческие крики. Для других классов населения было устроено нами пришествие Антихриста. В результате мужики не раз таскали нас за шиворот к родителям. Покровский священник нечуждой литературе дал нам прозвание братьев-разбойников, которое за нами и осталось, а жившие в Покровском три актрисы, госпожи Собещанская, Воронова и Шуберт, бывшие особым предметом моих преследований, сговорились меня высечь, но, к величайшему моему сожалению, это намерение почему-то не было исполнено. Владимир Соловьев, письма, 1923 год, страница 60-61. Страница 18-я. А вот еще пример мальчишества в школьные годы Владимира Соловьева и Лопатиных. Так мы усиленно интересовались наблюдениями над историей развития земноводных, для чего в особо устроенный нами бассейн напускали множество головастиков, которые, однако, от неудобства помещений скоро умирали, не достигнув высших стадий развития. К тому же свою зоологическую станцию мы догадались устроить как раз под окнами кабинета моего отца, который объявил, что мы сами составляем предмет для зоологических наблюдений, но что ему этим заниматься некогда. тогда мы перешли к практическому изучению географии, и моей специальностью было исследовать течение ручьев и речек и глубину прудов и болот, причем активная роль моих товарищей состояла главным образом в обращении к чуждой помощи для извлечения меня из опасных положений. Владимир Соловьев письма 1923 год страница 61 Но в эти же годы в настроениях Владимира Соловьева необходимо находить также и серьезную сторону. Именно уже с 13 лет и до 18 он переживает сомнения в религиозных истинах и проявляет глубокий критицизм, о котором сам же пишет в письме к Романовой Селевиной от 31 декабря 1872 года. В этом письме 19-летнего Владимира Соловьева уже выражен весь основной образ мыслей зрелого философа. В этом смысле оно заслуживает пристального внимания, поскольку здесь полностью выражено заветное убеждение Владимира Соловьева о тождестве веры и знания. В нем мы читаем о детской слепой бессознательной вере. Конечно, немного нужно ума, чтобы отвергнуть эту веру. Я ее отрицал в 13 лет. Конечно, человек, сколько-нибудь рассуждающий, уже не может верить так, как он верил, будучи ребенком. Если этот человек с умом поверхностным или ограниченным, то он так и останавливается на этом легком отрицании своей детской веры в полной уверенности, что сказки его нянек или школьные фразы катехизиса составляют настоящую религию, настоящее христианство. С другой стороны, мы знаем, что все великие мыслители, слава человечества были истинно и глубоко верующими, а атеистами же были только пустые болтуны вроде французских энциклопедистов или современных бюхнеров и фохтов, которые не произвели ни одной самобытной мысли. Известны слова Бекона, основателя положительной науки «немножко ума, немножко философии удаляют от Бога, побольше ума, побольше философии, опять приводят к нему». Владимир Соловьев, письма, том 3, страница 73. Страница 19. Между прочим, Владимир Соловьев еще мальчишкой питал нежные чувства к этой Кати Романовой и безответно. Но в данном письме он рассуждает не как девятнадцатилетний молодой человек, но как пожилой и умудренный жизнью философ. Ему ясно, что у деревенской старухи и у сознательно мыслящего человека разное отношение к Богу, но как предмет веры Бог у них совершенно один и тот же. С осознанием взрослого и зрелого человека он пишет этой девочке Кате Романовой. В детстве всякий принимает уже готовые верования и верит, конечно, на слово, но и для такой веры необходимо, если не понимание, то некоторое представление о предметах веры. И действительно, ребенок составляет себе такие представления более или менее нелепые, свыкается с ними и считает их неприкосновенно святыней. Многие в былые времена почти все с этими представлениями остаются навсегда и живут хорошими людьми. У других ум с годами растет и перерастает их детские верования, сначала со страхом, потом с самодовольством, одно верование за другим подвергается сомнению, критикуется полудетским рассудком, оказывается нелепым и отвергается. Владимир Соловьев, письма, том 3, страница 74. Дальше в этом же письме Владимир Соловьев рисует и свое состояние в период отхода от наивной веры. Он пишет, что касается до меня лично, то я в этом возрасте не только сомневался и отрицал свои прежние верования, но и ненавидел их от всего сердца, совестно вспоминать, какие глупейшие кощунства я тогда говорил и делал. К концу истории все верования отвергнуты, и юный ум свободен вполне. Многие останавливаются на такой свободе от всякого убеждения и даже очень ею гордятся, впоследствии они обыкновенно становятся практическими людьми или мошенниками. Те же, кто не способен к такой участи, стараются создать новую систему убеждений на месте разрушенной, заменить верование разумным знанием. Владимир Соловьев письма том 3 страницы 74 и 75 Итак, по Владимиру Соловьеву наивная детская вера сменяется периодом рассудка. Но что такое рассудок или разум? Это либо наука, либо философия. Но в том виде, в каком существует теперешняя наука и теперешняя философия, они по Владимиру Соловьеву никуда не годятся, так как не способны охватить живую действительность в целом. Страница 20 И вот они обращаются к положительной науке. Но эта наука не может основать разумных убеждений, потому что она знает только нынешнюю действительность. Одни факты и больше ничего. Истинный смысл факта, разумное объяснение природы и человека, этого наука дать отказывается. Некоторые обращаются к отвлеченной философии, но философия остается в области логической мысли. Действительность, жизнь для нее не существует. А настоящее убеждение человека должно быть не отвлеченным, а живым ни в одном рассудке, но во всем его духовном существе должно господствовать над его жизнью и заключать в себе не один идеальный мир понятий, но и мир действительный. Такого живого убеждения ни наука, ни философия дать не могут. Где же искать его? И вот приходит страшное, отчаянное состояние, мне и теперь вспоминать тяжело, совершенная пустота внутри, тьма, смерть при жизни. Все, что может дать отвлеченный разум, изведанное и оказалось негодным, и сам разум разумно доказал свою несостоятельность. Но этот брак есть начало света, потому что когда человек принужден сказать «Я ничто», он этим самым говорит «Бог есть все». Владимир Соловьев, письма, том 3, страница 75-я. Этот девятнадцатилетний молодой человек, еще студент, и сам только что прошедший мрачный период все отрицания, рассуждает именно так, как он будет рассуждать в свой зрелый период. Весь Владимир Соловьев выступает в этом письме к Романовой в законченном виде, так что, строго говоря, в принципиальном отношении, позднейший Владимир Соловьев никуда далеко не пошел. Вот еще одна цитата из этого письма, где даже систематически, даже схематически дан весь Владимир Соловьев во всем своем религиозно-философском росте. Итак, ты видишь, что человек относительно религии при правильном развитии проходит три возраста. Сначала пора детской или слепой веры, затем вторая пора развития рассудка и отрицания слепой веры, наконец последняя пора веры сознательной, основанной на развитие разума. Владимир Соловьев, письма, том 3, страница 75. Все эти отрывки из письма к Романовой мы привели только потому, чтобы на основании надежного документа показать, как гимназические и университетские годы Владимира Соловьева отличались не только шалостями и баловством, не только мальчишескими выходками, но и вполне серьезными религиозно-философскими переживаниями, которые мало чем отличались от переживаний зрелого философа Владимира Соловьева. Страница 21. Своё высшее образование Владимир Соловьев получил в Московском университете, в который поступил в 1869 году и который он кончил в 1873 году. Необычайно одаренная натура Владимира Соловьева и его постоянные, можно сказать, страстные поиски высших истин сказались уже в это раннее время его жизни. Всем известно, что Владимир Соловьев очень рано читал славянофилов и крупнейших немецких идеалистов. Однако мало кто знает, что в последние годы гимназии и в первые годы университета Владимир Соловьев зачитывался тогдашними вульгарными материалистами и даже пережил весьма острую материалистическую направленность, заставившую его перестать ходить в церковь, а однажды после споров со своими сотоварищами даже выкинуть иконы из окна своей комнаты, что вызвало необычайный гнев у его постоянно добродушного отца. Примечание. Об этом факте сообщает Величко Владимир Соловьев «Жизнь и творение». Издание Второе Санкт-Петербург 1904 год Страница 17 Конец Примечания. Здесь мы должны засвидетельствовать наличие у Владимира Соловьева еще одной внутренней стихии духовного порядка, которая плохо совмещалась с принципами его мировоззрения и поведения, нашедшими для себя наибольшее выражение в строгой и уравновешенной атмосфере его семейной жизни. Если вся семья Сергея Михайловича Соловьева ходила на цыпочках перед ним и перед его самоотверженной научной работой, то эта внутренняя уравновешенность и гармоничность в течение всей жизни Владимира Соловьева совмещалась у него с необычайной экспансивностью, эмоциональностью и воодушевленной преданностью исповедуемым идеалом. Это проявлялось не только в таком поразительном для Владимира Соловьева факте, как озлобленное выкидывание икон из окна во двор, но и вообще в его юношеском материализме, что мы сейчас увидим в его детских романах, которые переживались им часто и глубоко. Наилучшим знатоком, а главное прямым свидетелем духовного развития Владимира Соловьева в его школьные годы является Лев Лопатин. Если читателю будет угодно знать что-нибудь конкретное о духовной жизни Владимира Соловьева в эти школьные годы, то лучшего источника, чем Лев Михайлович Лопатин, нельзя себе и представить. Прочитаем то, что он писал о Владимире Соловьеве. Когда я познакомился с Соловьевым, у него уже совсем не было той восторженной религиозности, о которой рассказывает Величко, изображая раннее детство Соловьева. Он был благочестивым мальчиком, регулярно посещал вместе со своим отцом церковную службу, серьезно смотрел на предметы веры, но, как это часто бывает с детьми в религиозных семьях, относился к религиозным обязанностям довольно пассивно. Страница 22. Он принимал их как нечто данное и бесспорное, о чем не следует много рассуждать. Его умственное настроение в годы отрочества я скорее назвал бы светским. Он колоссально много читал, самые разнообразные книги, очень любил историю, особенно военную, был большим патриотом, запоем читал тогдашнюю билетристическую литературу, увлекался Белинским, но я совершенно не помню, чтобы он тогда читал какие-нибудь сочинения религиозного содержания. Правда, у него долго лежала на столе довольно объемистая книга о страданиях Христовых, но он ничего о ней не говорил, и, кажется, это было просто учебное пособие в гимназии. Вообще, я не припомню за это время сколько-нибудь значительных бесед с ним на религиозные темы. Переход Соловьева к неверию, в противоположность его мучительному состоянию при сознательном возвращении к христианству, совершился чрезвычайно легко и быстро. Он прочитал у Лорана его характеристику христианства, пришел от нее в большой восторг и весь полный впечатлением с удовольствием сказал отцу. Хорошо Лоран христианство отделывает, на что и получил ту отповедь, о которой рассказывает величка. С того дня в Соловьеве произошла резкая перемена. Он сразу порвал с прежними верованиями. Некоторое время он еще оставался деистом и не отрицал Бога, но скоро сделался совсем нигилист, как охотно и называл себя. К этой эпохе относятся те неудержимые выходки ребяческого кощунства, о которых он говорит в приведенных выше словах письма к Селевине. Помню, как мы однажды гуляли в Покровском Глебове, забрели на кладбище. Соловьев в припадке бурного свободомыслия к великому смущению и даже перепугу моему и моего брата повалил на одной могиле крест и стал на нем прыгать. Это увидел местный мужик, прибежал к нам и начал нас бронить из последних слов. Хорошо, что дело окончилось только этим. Примечание Лопатин Владимир Соловьев и князь Евгений Трубецкой Вопросы философии и психологии 1913 год номер четвертый книга 119 страница 355 356 Конец примечания. Таким образом, согласно воспоминаниям Льва Лопатина, религиозное настроение Владимира Соловьева в детские и школьные годы было светским и близким к равнодушию. Затем, в 13-14 лет, Владимир Соловьев был охвачен материалистическим порывом, который, правда, хотя и был достаточно кратким, однако все же характеризовался прямым кощунством. Страница 23 По Корееву Владимир Соловьев уже в это время не верил в мощи. Этот свой материализм, согласно характеристики Лопатина, он переживал не очень долго и скоро тут же перешел к положительной философии. Приведем еще другие воспоминания Лопатина о тех же годах Владимира Соловьева. Лопатин пишет, была пора в его жизни, когда он был совершенным материалистом, правда, в очень юные годы, начиная лет с пятнадцати, и считал за окончательную истину то самое, против чего впоследствии так энергично боролся. Я никогда потом не встречал материалиста столь страстно убежденного. Это был типический нигилист шестидесятых годов. Ему казалось, что в основных началах материализма открывается та новая истина, которая должна заменить и вытеснить все прежние верования, перевернуть все человеческие идеалы и понятия, создать совсем новую, счастливую и разумную жизнь. С неудержимой последовательностью, всегда отличавшей его ум, он распространяет свои общие взгляды на решение всех занимавших его вопросов. Было время, когда он зачитывался Писаревым, и, проникшись его критическими взглядами и требованиями, яростно ратовал против Пушкина и его чистой поэзии, которую впоследствии так высоко ценил. Еще в эпоху своего студенчества, отличный знаток сочинений Дарвина, он всей душой верил, что теории этого знаменитого натуралиста раз и навсегда положен конец не только всякой телеологии, но и всякой теологии, вообще всяким идеалистическим предрассудком. Его общественные идеалы в то время носили резко социалистическую, даже коммунистическую окраску. Он внимательно изучил сочинения теоретиков социализма и был глубоко убежден, что социалистическое движение должно возродить человечество и коренным образом обновить историю. Уже тогда у него сказывалась всегда в нем поражавшая черта ума и характера, его совершенное неумение идти на компромиссы с окружающей действительностью и его ничем никакими разочарованиями непоколебимая вера в могущество идеалов над реальной жизнью. Я никогда не видал другого человека с такой беззаветностью, можно сказать, с такой благородной наивностью убежденного в непременном и очень близком торжестве абсолютной правды на земле. Примечание Лопатин Философские характеристики и речи Москва 1911 год Страница 123 Конец примечания Страница 24 Ввиду своей постоянной очень глубокой близости к Владимиру Соловьеву ввиду своей сердечной близости с ним в течение всей жизни начиная с семилетнего возраста а также ввиду общей философской специализации Лев Лопатин должен считаться безусловным авторитетом для наших теперешних суждений о философском развитии раннего Владимира Соловьева. Те его мнения о Владимире Соловьеве, которые мы сейчас привели, трудно почерпнуть в каком-либо другом месте. Если об этом и можно догадываться по разным источникам, то никакой из них не может быть авторитетнее Льва Михайловича Лопатина. А вывод, который нам приходится делать из наблюдений Лопатина, очень важен. Именно наряду со своей уравновешенной гармоничной классикой, Владимир Соловьев никогда не переставал быть так же и вдохновенным романтиком, а иной раз даже и просто эмоционально умозрительным утопистом. Своё настроение в период материализма сам Владимир Соловьев так и называет особого рода верой. О 60-х годах он впоследствии прямо писал. Это была эпоха смены двух катехизисов, когда обязательный авторитет митрополита Филарета был внезапно заменён столь же обязательным авторитетом Людвига Бюхнера. Не безинтересно будет заметить также и то, что свои длинные и вьющиеся волосы, доходившие до плеч, Владимир Соловьев стал носить вовсе не из подражания духовенству, но в знак своего социального протеста, так как длинные волосы в те годы были выражением именно социального протеста и в этом смысле своеобразной модой. Относительно образцовой по своей классике семьи Владимира Соловьева необходимо сказать, что сам Сергей Михайлович Соловьев был настроен достаточно либерально, чтобы насильственно внедрять религии в души своих детей. К чтению Владимира Соловьевым тогдашней вольнодумной литературы он относился вполне добродушно, считая это болезнью роста своего сына. Что же касается значительного либерализма по существу, то в семье Соловьева об этом достаточно говорит, например, такой факт, как возмущение отца и одиннадцатилетнего сына по поводу известия в 1864 году о ссылке Чернышевского на каторгу. Одиннадцатилетний Владимир Соловьев уже тогда был возмущен этой, как у Соловьевых считали, большой несправедливостью в отношении уважаемого писателя и философа. Но этот факт ярко свидетельствует о том, насколько глубоко и насколько давно почти в детстве залегали корни Соловьевского либерализма, принесшие в дальнейшем весьма значительные плоды. Таким образом, классика и романтика, реализм и утопизм, воодушевленность и умозрительная глубина объединялись у Владимира Соловьева еще с самого раннего детства. Страница 25 Здесь мы хотели бы обратить внимание читателя еще на одно обстоятельство, которое, возможно, многим покажется мало характерным для Владимира Соловьева, но которое нам представляется весьма важным. Это все то же совмещение экспансивности и умозрения, но только совсем в другой области. Биографические данные Владимира Соловьева свидетельствуют о его большой влюбчивости и не раз именно в детские и школьные годы. Величко свидетельствует о первой такой любви Владимира Соловьева, когда будущему философу было всего девять лет и столько же лет было его возлюбленной. При этом оказалось, что у него есть такого же возраста соперник, с которым возлюбленная Владимира Соловьева, некая Юленька С, играла и бегала больше, чем с ним. Но на этот раз дело кончилось только дракой Владимира Соловьева с его удачливым соперником, на другой день, после которой он внес в свой детский дневник следующие слова. Не спал всю ночь, поздно встал и с трудом натягивал носки. Величко Владимир Соловьев жизнетворение издание 2 Санкт-Петербург 1904 год страница 14 Конец примечания В биографических материалах Владимира Соловьева, которые приводить здесь не стоит, содержится ряд указаний на его юношеские романы студенческих лет. Судя по письмам, более глубокие чувства Владимир Соловьев питал к своей кузине Романовой, особенно в 1871-1873 годах. Чувства были полны нежности и, кажется, любил он здесь не без успеха. Но после 1873 года эти чувства у Владимира Соловьева стали заметно холоднее. Это, конечно, объясняется чрезвычайно большой сложностью натуры Владимира Соловьева, которая никак не могла вместиться в какие-нибудь общественные и особенно юридические рамки. В письме к Романовой от 11 июля 1873 года Владимир Соловьев писал «Для большинства людей этим кончается все дело, любовь и то, что за ней должно следовать, семейное счастье составляет главный интерес их жизни, но я имею совершенно другую задачу, которая с каждым днем становится для меня все яснее, определеннее и строже. Ее по сильному исполнению посвящу я свою жизнь, поэтому личные семейные отношения всегда будут занимать второстепенное место в моем существовании». Владимир Соловьев письма том 3 страница 82 Глава 3 Студенческие годы 1869-1873 Вероятно не без влияния материализма Владимир Соловьев поступил сначала на физико-математический факультет среди биографов Владимира Соловьева правда существуют колебания не поступил ли он сначала на историко-филологический факультет страница 26 На физико-математическом факультете преподавались не только математика и физика их Владимир Соловьев никогда не любил но и все естественные науки Владимир Соловьев увлекался в те годы биологией а из биологии больше всего зоологией и эволюционной морфологией Впрочем никакого материалиста в обычном смысле этого слова из Владимира Соловьева не вышло он был человек глубокого ума и необычайно проницательных методов мысли да и что могли дать ему такие недоучки и самоучки как Людвиг Бюхнер и пустая бессодержательность такой книги как бюхнеровская сила и материя можно утверждать только то что вульгарным материализмом Владимир Соловьев увлекался лишь в возрасте 14-18 лет достаточно было ему только провалиться на каком-то экзамене на втором курсе физико-математического факультета чтобы он тут же перешел на историко-филологический факультет того же университета и с еще большим рвением приступил к изучению чисто философских наук однако и на физико-математическом факультете несмотря на свою нелюбовь к математике он чувствовал близость к математикам Цингеру и Бугаеву которые выделялись своим интересом к философии даже боролись с позитивизмом Бугаев был отцом прославленного в позднейшем символиста Андрея Белого хотя Цингер и Бугаев по своей специальности были весьма далеки от философии они всерьез интересовались этой дисциплиной и постоянно выступали против дилетантской обывательщины которая почти всегда проявлялась тогдашними позитивистами далекими от их научного образования и от философского развития философские воззрения Цингера и Бугаева нашли одобрение у такого старого ценителя каким был Лев Лопатин который по существу дела и академически всегда проявлял необычайную серьезность в изучении философии а по своему мировоззрению был даже просто спиритуалистом и при том весьма глубокого и тонкого стиля ему принадлежат статьи философское мировоззрение Бугаева и философские взгляды Цингера примечание Лопатин философские характеристики и речи страница 271-289 376-384 Конец примечаний Часть первая Жизненный путь Владимира Соловьева Глава третья Студенческие годы Продолжение Одобрительное мнение Лопатина об этих двух учителях Владимира Соловьева на физико-математическом факультете для нас очень важно Страница 27 Оно интереснейшим образом рисует один из глубоких источников позднейшего философствования Владимира Соловьева О том, с какой страстностью Владимир Соловьев стал овладевать философией на историко-филологическом факультете и знакомиться с такими властителями умов, как хомяков в России и Шеллинг и Гегель в Германии, впрочем, не без интереса к Канту и Фихте. Об этом свидетельствует тот, например, факт, что уже в течение первого года по окончании университета он написал магистерскую диссертацию, которую и защищал в 1874 году. Ясно, что Владимир Соловьев впоследствии слишком преувеличивал свой юношеский материалистический период. Если он сам говорит, что с материализмом он расстался в 18 лет, то как он мог 20 лет от роду не только кончить университет, но и написать магистерскую диссертацию, как раз против позитивистов, то есть диссертацию ультра-идеалистического содержания. Владимир Соловьев всегда отличался нелюбовью ко всякого рода формализму и казенщине, часто чувствуя себя излишним образом привольно, свободомыслящей, даже вольнодумно. Если такого рода примеры мы уже встречали у Владимира Соловьева в его гимназические годы, то и теперь в бытность свою студентом университета он не в очень скромной форме ссорился со своими экзаменаторами на физико-математическом факультете и ни с того ни с сего перешел на историко-филологический факультет. Но как? Почему-то он подал прошение о зачислении его на этот факультет только вольнослушателем которым он и пробыл всего два года своего обучения на новом факультете. А когда пришло время сдавать кандидатские экзамены или как мы теперь говорим госэкзамены то он подал прошение о допущении его к экзаменам в качестве экстерна. Почему это произошло именно так сказать трудно. Как будет непонятно и то почему он после защиты двух диссертаций вообще бросил университет и стал свободным литератором не связанным никакими формальными обязанностями без которых невозможно учебная жизнь в высшей школе. Простодушный благожелательный и всегда услужливый Владимир Соловьев очень часто допускал разного рода выходки правда довольно невинного содержания но сделавший его навсегда бездомным холостяком постоянно переезжающим с места на место. В этом смысле его решение кончать университет экстерном есть отнюдь не какая-нибудь случайность но проявление его вольного самочувствия часто переступавшего дозволенные в те времена формы. Между прочим имеется некоторое сведение о пребывании Владимира Соловьева в Московской духовной академии тоже в качестве вольнослужащего в промежутке между окончанием университета и защитой магистрской диссертации. Страница 28 Хотя Владимир Соловьев в течение этого года и проживал в Сергиевом посаде где находилась Московская духовная академия но по-видимому никакого серьезного влияния духовная академия на него не оказала И нетрудно догадаться почему Владимир Соловьев был слишком углублен в философию и научно построенное богословие чтобы научиться чему-нибудь существенному у тогдашних профессоров академии проводивших конечно строго традиционную богословскую линию далекую от его уже тогда создавшейся сложной системы тем не менее 15 октября 1873 года он писал Кате Романовой сейчас полученное мною письмо твое возбудило во мне такую необычайную радость что я стал громко разговаривать с немецкими философами и греческими богословами которые в трогательном союзе наполняет мое жилище Владимир Соловьев письма том 3 страница 100 если дать общую характеристику студенческих лет Владимира Соловьева то нужно считаться с его позднейшим мнением что университет был для него пустым местом конечно университет вовсе не был для него пустым местом а пустым местом ему казался только вследствие его слишком большого философского дарования его глубокой индивидуальности его необычайного таланта при постановке и разрешении разного рода великих человеческих проблем пустым местом университет не был для Владимира Соловьева уже и потому что среди тогдашних преподавателей оказались такие люди как Юркевич и Иванцов Платонов оба они привлекали его борьбой против всякого формализма в науке и философии большой сердечностью в вопросах знания и глубокой внимательностью к духовным потребностям человека а значит и студентов между прочим Иванцов Платонов много занимался эпохой разделения церквей который как известно сыграет весьма большую роль в мировоззрении Владимира Соловьева не тут ли зародилась глубочайшая для него впоследствии идея соединения церквей но если Иванцов Платонов 1835 1894 больше влиял на историко религиозное сознание Владимира Соловьева то у Юркевича Владимир Соловьев несомненно почерпнул глубокий историко философский интерес и в частности склонность к изучению и сопоставлению Платона и Канта Примечание Об Иванцове Платонове Несколько статей в вопросах философии и психологии 1895 год номер 2 книга 27 например Сергея Трубецкого Научная деятельность Иванцова Платонова или Карелина Отношение Иванцова Платонова к исторической науке Конец Примечания Страница 29 Юркевич 1826 1874 годы между прочим написал работу которая небезинтересна еще и теперь Разум по учению Платона и опыт по учению Канта и развил также стоящее внимание учение о гносеологической антологической природе человеческого сердца Умер он через год после окончания Владимиром Соловьевым университета и 21-летний Владимир Соловьев напечатал тогда же о нем сочувственную статью под названием о философских трудах П. Д. Юркевича а также писал о нем в дальнейшем в очерке три характеристики примечание сравните Шпет философское наследие Юркевича вопроса философии и психологии 1914 год номер пятый книга 125 конец примечания Влияние Юркевича на Владимира Соловьева можно считать несомненным и его надо бы исследовать подробнее тем более что Юркевич тоже боролся с позитивистами и материалистами и тут была полемика Чтобы закончить характеристику студенческих лет Владимира Соловьева необходимо указать еще на несколько весьма характерных обстоятельств Источники свидетельствуют что Владимир Соловьев вел себя в университете довольно свободно и вольнодумно На лекции ходил он редко и был малообщителен Его гимназический и университетский товарищ впоследствии крупный историк Кореев прямо говорит что Владимира Соловьева как студента не существовало Имеется сведения о сближении Владимира Соловьева в эти годы 1872 1873 с московскими спиритами именно с востоковедом Лапшиным и Аксаковым К спиритизму Владимир Соловьев очень быстро охладел но зато ощутил в себе медиумические возможности и автографическими знаками у него впоследствии были испечрены все рукописи Особо нужно сказать о теоретических исканиях Владимира Соловьева в его университетские годы конечно со своим материализмом в свои 13-16 лет как с особого рода религиозной верой Владимир Соловьев покончил вероятно еще в конце гимназических и начале университетских лет Лопатин говорит что в своем недолгом атеизме Владимир Соловьев разочаровался благодаря изучению Спинозы у которого хотя и проводится отождествление Бога и материи но высказывается весьма тонкие правда еще пока достаточно натуралистические взгляды религиозного характера страница 30 по сообщению Лопатина в этот смутный переходный период своей философии Владимир Соловьев увлекался и Хейербахом и Кантом и особенно Шопенгауэром а в конце концов и Шеллингом в котором он находил примирение Шопенгауэра с Гигелем и все это было в какие-то два-три года потому что в 1873 1874 годы у Владимира Соловьева уже была готова магистрская диссертация по которой видно что он не только овладел всеми этими системами философского идеализма но уже был в состоянии их сравнивать и находить в них односторонние тенденции особенно мы обратили бы внимание на увлечение Владимира Соловьева Шопенгауэром которое обычно у нас совсем никак не отмечалось Лопатин пишет наконец наиболее глубокий переворот в Соловьеве вызывает изучение Канта и в особенности Шопенгауэра Шопенгауэр овладел им всецело как ни один философский писатель после или раньше был период жизни Владимира Соловьева правда довольно короткий когда он принимал Шопенгауэра всего со всеми его общими взглядами и частными мнениями с его безграничным пессимизмом с его туманными надеждами на искупление от страданий мира через погружение в нирвану у Шопенгауэра он нашел то чего не находил ни у одного из любленных им писателей разве за исключением Спинозы удовлетворение никогда не умолкавшей в нем религиозной потребности религиозное понимание религиозное отношение к жизни в Шопенгауэре его больше всего привлекало воззрение на жизнь как на нравственный очистительный процесс воззрение строго проведенной в стиле умозрительного буддизма недаром после знакомства с Шопенгауэром Владимир Соловьев со страстью отдается изучению восточных религий примечание Лопатин философские характеристики и речи страница 125 конец примечания можно только удивляться той феноменальной остроте способности к молниеносной ориентировке в труднейших философских материалах и глубине философских способностей Владимира Соловьева которые позволили ему при столь многочисленных и разнородных исканиях в 21 год выступить с магистрской диссертации с обзором и критикой главнейших представителей западной философии и если бросить общий взгляд на духовное развитие Владимира Соловьева в эти его ранние годы то и вообще обнаружится весьма талантливая смесь спокойного раздумья традиционности и почти равнодушия с небывалой умственной экзальтацией и с каким-то даже восторгом при овладении обширными философскими материалами страница 31 основная линия его ранних лет это традиционное спокойствие унаследованное вероятно еще от отца и проистекавшее из особенностей семейной жизни Владимира Соловьева но вот уже в девятилетнем возрасте первое эмоционально умозрительное явление его софийной экзальтации затем несколько лет опять спокойно традиционных в возрасте 13 и 16 лет опять новый духовный взрыв на этот раз материалистический затем мучительные туманные искания из тупика вульгарного материализма наконец еще 2-3 года неистовых исканий с изучением Спиноза Фейербаха Канта Гегеля Шопенгаура и Шеллинга и в конце 1874 года защита магистрской диссертации вся эта эволюция школьника и студента а вернее сказать вся эта сплошная духовная революция может только поразить даже самого спокойного и ни в чем не заинтересованно историка философии вот с какими философскими настроениями Владимир Соловьев писал обе диссертации и труды относящиеся ко времени между этими диссертациями между 1874 и 1880 годами Глава четвертая Магистрская диссертация 1874 год Написание и защита магистрской диссертации Владимиром Соловьевым Говорят о многом Во-первых уже само ее название кризис западной философии против позитивистов указывает на то что Владимир Соловьев очень быстро расстался не только со своим материализмом но даже и с позитивизмом вообще А во-вторых написание и защиту диссертации 21-летним молодым человеком надо считать чем-то удивительным и поразительным даже для времен когда с диссертацией содержали всего несколько десятков страниц и почти не имели научного аппарата В-третьих наконец уже и это ранние работы Владимира Соловьева ярко свидетельствует о необычайном напоре а также о простоте ясности его философского мышления о его убедительности и логичности соперничавших с его глубиной и широтой исторического горизонта правда придирчивый историк философии без труда укажет на хомяковские и шеренгианские элементы в этом первом большом произведении Владимира Соловьева и в некоторой степени но отнюдь не во всем он будет прав но этими влияниями никак нельзя объяснить необычайно темпераментную хватку мысли и завораживающий размах основной концепции работы Владимира Соловьева уже здесь стала сказываться та характерная особенность его личности с которой мы сталкиваемся на протяжении всей его жизни именно это был человек весьма впечатлительный весьма экспансивный весьма жадный до всякого рода возбуждающих жизненных ощущений страница 32 это делало его непоседой часто менявшим места своего жительства никогда не имевшим собственной семьи и собственного угла он жил и в Москве и в Петербурге и у своих родных и знакомых постоянно и подолгу живал в провинциальных имениях своих друзей и шесть раз бывал за границей где живал тоже в разных местах тоже у разных своих знакомых и вовсе без знакомых живал весьма часто и иной раз подолгу в особенности любил он бывать в пустынке имении Толстой вдовы известного поэта Алексея Толстого где бывало также и племянница Толстого хитрово которое он безнадежно много лет питал нежные чувства поэтому не приходится удивляться что свою магистерскую диссертацию он защищал не в Москве а в Петербурге впрочем не лишена оснований следующая догадка дело в том что в те годы ректором Московского университета был его отец историк Сергей Михайлович Соловьев и поскольку тогдашние университетские диссертации утверждались ректором то Владимир Соловьев возможно не хотел попадать в неловкое положение и защищать свою диссертацию в Москве вопрос о защите магистрской диссертации Владимиром Соловьевым в Петербурге представляет собой большой историко-научный и историко-культурный интерес и поэтому заслуживает особого исследования что же касается нашей настоящей работы то из обширных исторических материалов мы приведем только несколько фактов в Петербург Владимир Соловьев приехал в сентябре 1874 года последовали разного рода формальности но в течение ближайших двух месяцев он уже сдал четыре экзамена которые требовались для допущения магистерской защиты сдавались эти экзамены по следующим разделам 12 октября по истории и философии 26 октября по логике метафизики и психологии 9 ноября по этике и древним языкам защита диссертации состоялась 24 ноября и носила весьма приподнятый характер ввиду необычных особенностей диссертанта исторический интерес представляет уже вступительная речь Владимира Соловьева напечатанная тогда же отдельно и впоследствии включенная в третий том писем поскольку она не вошла в полное собрание сочинений философа Владимир Соловьев письма том 3 страницы 221 225 она интересна тем что опровергает бытующий у нас миф об исконном славянофильстве Владимира Соловьева страница 33 Относительно основного славянофильского воззрения Владимира Соловьева здесь говорят со стороны теоретической признавая все умственное развитие Запада явлением безусловно ненормальным произвольным это воззрение вносит колоссальную бессмыслицу во всемирную историю со стороны же практически оно представляет неисполнимое требование возвратиться назад к старому давно пережитому Владимир Соловьев письма том 3 страница 224 официальными оппонентами были назначены Срезневский и Владиславлев по своей основной специальности Срезневский вовсе не был философом он был видный филолог словист этнограф и археолог то что он не был специалистом по философии в этом не было ничего необычного и тогда как и теперь привлекались в качестве официальных оппонентов правда не первых но вторых или третьих также представители специальностей не связаны прямо с темой диссертации но Срезневский был деканом историко-филологического факультета и председателем научного совета где защищалась диссертация ввиду этого своего официального положения он не только открыл диспут но и оказался первым оппонентом говорил он немного и остановился только на вопросе о значении личности в истории философии зал был полон и университетской и не университетской публики и Срезневскому аплодировали вторым оппонентом выступил Владиславлев 1840 1890 для которого философия была уже прямой специальностью незадолго до этого он защитил докторскую диссертацию под названием философия плотина основателя новоплатоновской школы Санкт-Петербург 1868 год Этого Владиславлева у нас тоже плохо помнят и мало ценят на самом же деле это была для своего времени довольно крупная фигура он несомненно хорошо разобрался в философии такого крупного автора как плотин который в те времена почти никем не изучался произвел анализ целого ряда важных проблем по плотину и дал ценные переводы непосредственных предшественников последнего весьма важных для теории происхождения всего неоплатонизма ему принадлежит немало и других трудов примечание сравните введенский Александр научная деятельность Владиславлева Санкт-Петербург 1890 конец примечания на диспоте Владимира Соловьева Владиславлев говорил не меньше двух часов правда он часто уклонялся в сторону но его общее заключение было чрезвычайно положительным за что зал наградил его громом аплодисментов страница 34 к счастью о возражениях Владиславлева Владимиру Соловьеву на диспуте можно судить абсолютно точно потому что Владиславлев напечатал вскоре свои возражения в виде отдельной статьи примечание журнал Министерства народного просвещения 1875 год январь страницы 247 271 конец примечания изучение ее обнаруживает не только большую начитанность Владиславлева но его самостоятельный совсем не банальный подход к тем крупнейшим философам которых Владимир Соловьев анализирует в своей диссертации Владиславлев весьма не грубо а скорее тонко расценивает и так называемую схоластику и Декарта и Спинозу и Мальбраша и других философов которые подвергались острые критики Владимира Соловьева весьма важно например мнение Владиславлева о Гегеле которого он не считал возможным сводить только к логицизму довольно мягко отзывается об оценке Владимира Соловьевым Шопенгауэра и Гартмана в рецензии Владиславлева производит хорошее впечатление его забота по поводу весьма слабого развития русской философии стремление поощрять развитие философской мысли и приветствие в этом смысле в адрес молодого и талантливого диссертанта возражение Владиславлева носит деловой характер но и в общем достаточно мягкий таковы например упреки в недостаточной дифференцированности у Владимира Соловьева позитивизма в котором Спенсер Конт и Миль все же сильно отличались один от другого или в недостаточно критическом отношении Гартмана везде в таких случаях видно что рецензент не хочет не спровергать своего диссертанта но скорее желает помочь ему после Владиславлева выступали неофициальные оппоненты доктор математики де Роберти которого не нужно путать с его братом известным позитивистом де Роберти и виднейший представитель тогдашнего позитивизма Лисевич Этот Лисевич 1837 1905 годы ко времени магистрской диссертации Владимира Соловьева уже успел написать свой труд позитивистского направления очерк развития идеи прогресса 1868 год но его основополагающие позитивистские труды относятся уже к 70 90 годам Лисевич плоховато разбирался в истории философии и совершенно отрицал философию как самостоятельную науку но на такой легковесной позиции даже и позитивизму не удалось удержаться надолго к концу века Лисевич определенно заигрывает с эмпериокритицизмом так что влияние Маха и Авинариуса без всяких особенных усилий можно усматривать у позднейшего Лисевича страница 35 после этого что мог возразить Лисевич Владимиру Соловьеву все что утверждал Владимир Соловьев конечно для Лисевича было равно нулю трудно даже ответить на вопрос зачем было ему вообще выступать против Владимира Соловьева до Роберти выступал резко даже грубо так что публика шумом и криком порой не давала ему говорить в конце концов он был вынужден сойти с кафедры и не без срама оставить свое выступление незаконченным иначе вел себя Лисевич он говорил вполне вежливо и академически но в вежливом тоне разгромил диссертацию решительно по всем пунктам ему даже аплодировали однако эти аплодисменты явно относились только к его манере говорить а не к существу дела поскольку они никак не повлияли на исход диспута Лисевич находил что вся диссертация включая ее название построена на противоречии поскольку с его точки зрения кризис позитивизма еще вовсе не означал кризиса всей западной философии даже что такое позитивизм этого Владимир Соловьев согласно Лисевичу совсем не представлял себе при вознесении Шопенгауэра и Гартмана по мнению Лисевича тоже проистекало из незнания Владимиром Соловьевым истории философии находить у Гартмана элементы христианства указывал Лисевич нелепо ибо не было более далекого от христианства философа чем Гартман в итоге все исследование Владимира Соловьева равно нулю После речей оппонентов и ответов на них Владимира Соловьева было объявлено о присуждении ему искомой степени магистра философии Тут же последовали столь горячие аплодисменты настоящая овация по адресу диссертанта что этот 21-летний магистр даже не знал как себя вести кланяться или не кланяться и если кланяться то кому и как Словом защита диссертации прошла с большим блеском и уже в декабре диссертация была утверждена ректором университета Можно сказать что по поводу магистерской диссертации Владимира Соловьева поднялся большой шум не только во время ее защиты но и после нее в различных журналах и газетах как в положительном смысле так и в отрицательном Этот шум тоже не худо было бы изучить поподробнее особенно тем кто занимается данным десятилетием в истории русской философии Все изложенные выше факты детства отрочества и юности Владимира Соловьева свидетельствуют о том что в этот ранний период его жизни ему чрезвычайно везло Семья где он родился создала наилучшие условия для его образования его научные философской деятельности Он постепенно расстался со своим полудетским материализмом Сам он относил этот момент к своему 18-летнему возрасту Страница 36 В 1873 году он окончил университет А уже 18 марта 1874 года по предложению Юркевича был оставлен при университете с последующей командировкой за границу и тут же в 1874 году написал и защитил диссертацию и сразу же после окончания университета он был назначен там доцентом если свою магистерскую диссертацию Владимир Соловьев защитил в Петербурге 24 ноября 1874 года то после провала его конкурента Троицкого стремившегося из Варшавы в Москву он 12 декабря прошел на совете историко-филологического факультета а 19 декабря того же года уже на научном совете Московского университета был избран доцентом 5 января 1875 года он был утвержден в этой должности попечителем Московского учебного округа 27 января 1875 года он уже начал чтение лекции в университете и читал весь этот семестр как именно назывался этот первый его курс лекций в точности неизвестно сам Владимир Соловьев в своих позднейших воспоминаниях называет его курсом по истории новейшей философии но в свое время он назывался современной немецкой философии да фактически состоял из анализа немецкого идеализма в котором сам Владимир Соловьев был глубоко и разносторонне ориентирован еще раньше того в своей автобиографии Соловьев письма том второй страница 185 и 186 1887 года Владимир Соловьев говорит что в Московском университете он читал лекции по истории философии и по логике почти одновременно он начал читать лекции по греческой философии и на высших женских курсах в Москве основанных профессором Герье в 1872 году первая лекция 14 января была посвящена определению основного свойства человеческой природы биограф Владимира Соловьева Лукьянов приводит суждение Владимира Соловьева из его лекции записанной у Поливановой слушательницы и почитательницы Владимира Соловьева Все животные исключительно поглощают данные им чувствами состояние своей физической природы эти состояния имеют для них значение безусловной действительности поэтому животные не смеются мир человеческого познания и воли простирается бесконечно далее всяких физических явлений и представлений человек имеет способность стать выше всякого явления физического или предмета он относится к нему критически человек рассматривает факт и если этот факт не соответствует его идеальным представлениям он смеется в этой же характеристической особенности лежит корень поэзии и метафизики страница 37 так как поэзия и метафизика свойственны только одному человеку то человек может быть также определен как животное поэтизирующее и метафизирующее поэзия вовсе не есть воспроизведение действительности она есть насмешка над действительностью примечание Лукьянов о Владимире Соловьеве в его молодые годы материалы к биографии том 3 Петербург 1921 год страница 41 конец примечания выходит что вместо аристотелевского определения человека как существа общественного Владимир Соловьев определял человека как существо смеющееся правда Троицкий 1835 1899 годы никак не мог угомониться и принимал всякие меры чтобы стать профессором Московского университета он был сторонником английского эмпиризма и асоцианизма был неплохим лектором но раз и навсегда закаменел в своем элементарном эмпиризме конечно с идеалистом Владимиром Соловьевым работать ему было трудно и в университете поднимался вопрос возможно ли работа двух таких разных преподавателей на одной и той же философской кафедре Иванцов Платонов был решительным противником такого совмещения но математик Бугаев считал это совмещение даже необходимым и в своих докладах указывал на совмещение представителей разных философских школ на одной кафедре в тогдашних германских университетах так как Владимир Соловьев в июне уехал за границу то Троицкий добился исполнения своих мечтаний и 25 августа 1875 года был назначен профессором философии и психологии в Московском университете философия его была довольно элементарная и скучная как это можно судить хотя бы по его докторской диссертации немецкая психология в текущем столетии Москва 1867 год между прочим эту диссертацию в 1872 году провалил и хорошо сделал умерший в октябре 1874 года Юркевич ходили слухи что в Москву Троицкого перевела его собственная жена которая была московской профессорской дочкой ее отец был видный и авторитетный московский медик и притом декан медицинского факультета университета кроме того у Владимира Соловьева уже были кое-какие враги например такие видные научные работники как Тихонравов или Староженко определенно не хотели пускать в университет ректорского сынка а это и привело к тому что во время заграничной командировки Владимира Соловьева Троицкий пробрался таки в профессора московского университета философия его была не только нудная и скучная но он будучи сторонником английского метафизического эмпиризма еще в течение нескольких десятилетий долбил одно и то же о Беконе Локе и Джоне Стюарте Милли никуда не выходя за пределы индуктивной логики и считая всякую философию глупостью в особенности же немецкий идеализм и этой мертвенной метафизической демагогикой он коптил небо в университете вплоть до последних своих дней а умер он очень и очень нескоро только в 1899 году автор настоящей работы в свое время был учеником известного философа Льва Лопатина а этот Лопатин сам рассказывал ему какие неимоверные усилия пришлось затратить для того чтобы начать работу на кафедре философии и преодолеть необычайное упорство Троицкого никого и ничего не признававшего кроме давно устаревшего в те времена империзма личность Троицкого производила неприятные впечатления еще и потому что образование он получил в духовной академии и даже был магистром богословия занимал разные административные посты а потом увлекся империзмом и стал преподавать какую-то странную смесь богословия и империзма поэтому слухи о том что он как мы уже сказали попал в московский университет благодаря дочери профессора Полунина вероятно не были лишены некоторого основания но разбираться нам в академических интригах столетней давности довольно трудно да едва ли и нужно нас ведь сейчас интересует здесь не Троицкий а Владимир Соловьев но приехавший через год из-за границы Владимир Соловьев сразу столкнулся с неодолимым фактом а именно с тем что философской кафедрой уже давно заведовал Троицкий для молодого и ярко выраженного идеалиста Владимира Соловьева подчиняться эмпирическому ретрограду Троицкому было конечно невозможно во всяком случае это было одной из причин почему Владимиру Соловьеву после первого же года совместной работы было вполне естественно вообще покинуть Московский университет и переехать в Петербург в 1877 году ведь и сам Троицкий после недопущения к защите его докторской диссертации Юркевичем в Москве тоже в свое время принужден был защищать ее в Петербурге между прочим во всей этой тогдашней академической склоке в Москве ректор университета Соловьев как это можно заключить из многочисленных источников вел себя весьма благородно и старался просто не участвовать в академической карьере своего сына когда были соответствующие голосования он воздерживался когда требовалось несколько подписей под соответствующими документами он свои подписи не ставил страница 39 а иной раз он и вообще отсутствовал в комиссиях через которые проходил Владимир Соловьев но это он делал собственно говоря напрасно его общественный и академический авторитет был в те времена настолько велик что даже в отсутствии самого Сергея Михайловича Соловьева этот авторитет имел большое значение и такие почтенные люди как Тихонравов и Староженко просто не представляли себе того огромного научного таланта которым обладал Владимир Соловьев независимо и от своего отца и от всяких других своих родичей так или иначе но не успев стать доцентом и магистром Владимир Соловьев уже подал заявление о предоставлении ему самостоятельного преподавания философии в Московском университете вместо Юркевича который умер в октябре 1874 года его тут же назначили на эту должность которая в переводе на современный язык означала ни больше ни меньше как заведование кафедры в университете и не успел он приступить к заведованию кафедры как уже подал прошение о заграничной командировке которая опять-таки тут же была ему разрешена 21 июня 1875 года он выехал в Лондон куда прибыл 29 июня так что в июле он уже сидел в британском музее и изучал древние историко-философские тексты которых не мог найти в Москве и в Петербурге о том что он не очень гнался за преподаванием видно по его возвращению в Россию только через год в начале июня 1876 года эти факты свидетельствуют о том что весь успех и весь блеск юношеского периода его деятельности ни в каком случае не может получить своего объяснения из каких-нибудь корыстных или карьеристских стремлений его на академическом поприще по возвращении в Россию он правда приступил к преподаванию в университете но вел себя настолько принципиально что из-за профессорской склоки в Московском университете в марте 1877 года покинул Москву и перевелся в Петербург там он стал членом ученого комитета при Министерстве Народного Просвещения и одновременно преподавал в университете но игравший там основную роль Владиславлев который раньше столь положительно оценил его магистрскую диссертацию стал теперь относиться к нему довольно холодно так что Владимир Соловьев был здесь доцентом но не профессором да и доцентом Петербургского университета он пробыл только 4 года и в 1881 году совсем оставил академическое поприще и начал жить как свободный литератор и публицист из всего этого видно что к своей академической карьере Владимир Соловьев относился достаточно равнодушно да и в годы этой карьеры он как мы сейчас увидим менее всего занимался своими академическими делами страница сороковая если коснуться того большого литературного шума вокруг магистрской диссертации Владимира Соловьева то мы можем привести например рецензию Кавелина 1818 1885 годы примечание Кавелин априорная философия или положительная наука по поводу диссертации господина Соловьева Санкт-Петербург 1875 год конец примечания многолетняя философская деятельность этого автора отличалась довольно сумбурным характером он был и позитивист и либерал и проповедник христианской любви и противник Чернышевского и не очень грамотный идеалист в философии русской истории в период магистрской диссертации Владимира Соловьева Кавелин считал себя позитивистом но этот свой позитивизм он удивительным образом базировал на психологии однако интересно то что этот сумбур психологического позитивизма не помешал ему довольно точно воспроизвести основное содержание Соловьевской диссертации защиту которой он к тому же характеризовал в блистательных тонах блистательность это его собственный термин но основного пафоса диссертации Кавелин все-таки не понял на страницах 17-18 своей рецензии Соловьевскую критику недостаточности феноменализма он понимает как отрицание вообще всякого реального существования мира вне человеческого субъекта эту нелепость никак нельзя ему простить несмотря на блистательную характеристику у него диссертации Владимира Соловьева можно отметить также статью Козлова 1831 1901 годы примечание Козлов Владимир Соловьев как философ Знание 1875 год Январь страницы с 1 по 18 Февраль страницы с 1 по 29 Конец примечания Часть первая Жизненный путь Владимира Соловьева Глава четвертая Магистерская диссертация 1874 год Продолжение В период магистерской диссертации Владимира Соловьева этот Козлов еще не выработал своей системы тейхо-мюллерянского персонализма Но как раз в эти самые годы изучал Гартмана который у Владимира Соловьева занимает важное место и даже написал о нем специальную работу Примечание Козлов сущность мирового процесса или философия бессознательного фонд Гартмана в выпуске 1-2 Москва 1873-1875 годы Конец примечания Козлов был противником материализма и позитивизма и не раз печатно критиковал эти направления Так что отнюдь не с этих позиций он выступает против Владимира Соловьева Ему не нравится противоположение знания и веры для которых он находит один и тот же источник С его точки зрения нельзя противополагать субъект и объект как это делает Владимир Соловьев Философия и искусство также имеют для него тождественную основу различаясь только формой выражения Нам представляется ценным его замечание о Соловьевской оценке Шопенгауэра и Гартмана Страница 41 Так у Шопенгауэра на первом плане не мировая воля но отрицание воли и отречение от нее и у Гартмана из его философии бессознательного нельзя делать каких-нибудь нужных для Владимира Соловьева выводов о конечном торжестве духа Самого себя Козлов считает только еще ищущим истину иронически намекая на то что обладание окончательной истиной имеется вот у этого молодого диссертанта если Козлову Владимир Соловьев не отвечал то он ответил Лисевичу по поводу статьи последнего как иногда пишутся диссертации отечественные записки 1875 год январь ответил он и Кавелину входить в подробности этой полемики нет смысла ввиду полного непонимания тогдашними позитивистами ни кризиса западной философии ни способов выхода из этого кризиса гораздо больше дает критика диссертации Владимира Соловьева у Страхова статья которого хотя и написана после второй диссертации Владимира Соловьева но содержит весьма стоящие замечания по поводу первой диссертации примечания Страхов история и критика философии журнал Министерства народного просвещения 1881 год январь конец примечания по Страхову отвлеченные начало западной философии нельзя гипостезировать в изолированной форме позитивизм эмпиризм и материализм это совершенно разные направления философской мысли а их то Владимир Соловьев и не различает Шопенгауэр правильно выдвигает на первый план кроме абстрактного представления еще волю и потому как необходимость мир вызывает в нас любовь или отвращение восторг или ужас Страхов осуждает Владимира Соловьева за слишком высокую оценку Гартмана наконец весьма важно мнение Страхова еще и о том что кризис западной философии не был процессом единым но проходил различно в немецкой английской и французской философии общее же мнение Страхова об этой работе Владимира Соловьева весьма высокое из позднейшей критики Соловьевской философии отметим работу Никольского русский оригин девятнадцатого века Владимир Соловьев в журнале «Вера и разум» 1902 год философский отдел номер десятый девятнадцатый двадцать третий двадцать четвертый в номере пятнадцатом здесь содержится критический обзор литературы о Владимире Соловьеве ценный для исторического понимания его магистрской диссертации у нас нет возможности одинаково подробно характеризовать все периоды и все значительные явления жизни деятельности Владимира Соловьева главным образом из-за состояния источников в одних случаях очень скудных а в других весьма обильных страница сорок вторая поэтому исключительно ради примера мы несколько более подробно принуждены останавливаться только на отдельных сюда относящихся фактах таким фактом который выясняется на этот раз из множества разных источников безусловно является магистерская защита Владимира Соловьева некоторые да и то малочисленные источники философские и историко-литературные обстоятельства из этой области указаны нами выше однако нам кажется что для характеристики Владимира Соловьева в этот момент его жизни важны также и многочисленные чисто личные качества диссертанта поразившего всех не только своей молодостью и ученостью но и какой-то изысканной красотой своей целомудренной личности восторженной в то же время ясно и просто небывало убедительно преданной бескорыстному исканию истины в нашем распоряжении имеется два документа весьма интересные в этом отношении их приводит Величко человек близкий к Владимиру Соловьеву знавший из его биографии факты никому неизвестные и в первый же год после кончины философа написавший и издавший его биографию которые выше мы уже цитировали первый документ это письмо Малиновского директора той самой московской пятой гимназии где учился и которую кончил Владимир Соловьев вот что он пишет Сергею Михайловичу Соловьеву отцу философа оказавшись в Петербурге в момент защиты Соловьевской диссертации Многоуважаемый Сергей Михайлович Вчера на мою долю досталось провести три с половиной часа под влиянием такого сильного и приятного обаяния какого я давным давно не испытывал и каким я обязан виденному и слышанному мною в тот день беспримерно блистательному торжеству мысли и слова беспримерно юного магистранта покорившего своим талантом всецело внимание многочисленной разнокалиберной массы слушателей и овладевшего вполне самым глубоким сочувствием всех без изъятия многочисленных солидных представителей истинной интеллигенции здешней столицы посетивших диспут диспут этот из множества слышанных мною за целые десятки лет в Харькове Москве и Петербурге был поистине самой замечательной и по серьезности и по одушевлению и по мощи отпора на множество высказанных возражений впечатление вынесенное мною из этих часов ученой беседы так глубоко сильно что и через сутки оно нисколько не утратило своей живости и свежести это же самое испытали на себе говорившие мне нынче о том многие из виденных мною сегодня в университете и в домах вчерашних сочувственных свидетелей научного торжества страница 43 юный ученый чародей так чудно овладевший не только искренним но и почтительным сочувствием всех нас вчера был конечно как вы поняли из первых строчек Владимир Сергеевич бывший некогда Володя Соловьев в 5 Московской гимназии мною когда-то устрояемый золотой медальер примечание величка Владимир Соловьев жизнь и творение издание второе Санкт-Петербург 1904 год страница 25 26 Конец примечания В тех же восторженных тонах письмо Малиновского продолжается и далее но мы здесь ограничимся приведенным сейчас отрывком Другой документ приводимый у Величко письмо Бестужева Рюмина вдове профессора Ешевского Бестужев Рюмин видный историк создавший множество трудов по русской истории один из позднейших славянофилов и поборник женского образования в России учредивший в 1878 году знаменитые впоследствии высшие женские курсы в Петербурге В качестве профессора Петербургского университета он лично присутствовал на защите диссертации Владимиром Соловьевым и даже был членом ученого совета присуждавшего диссертанту ученую степень В указанном письме этого ученого историка профессора и академика содержится следующие слова дорогая моя Юлия Петровна был вчера диспут вашего любимца Соловьева знаю что он интересует вас и потому спешу написать вам несколько слов такого диспута я не помню и никогда мне не приходилось встречать такую умственную силу лицом к лицу необыкновенная вера в то что он говорит необыкновенная находчивость какое-то уверенное спокойствие все это признаки высокого ума внешней манерой он много напоминает отца даже в складе ума есть сходство но мне кажется что этот пойдет дальше в нашем круге осталось какое-то обаятельное впечатление замысловский выходя с диспута сказал он стоит точно пророк и действительно было что-то вдохновенное оппонентов было много из публики спор был оживленный публика разделилась на две партии одни хлопали Соловьеву другие его противникам если будущая деятельность оправдает надежды возбужденные этим днем Россию можно поздравить с гениальным человеком примечание величка Владимир Соловьев жизнетворение издание второе Санкт-Петербург 1904 год страницы 27 28 конец примечания приведенные увеличка два документа уже далеко выходят за пределы философии литературы и относятся скорее вообще к русской культурно-исторической области на этом на этом мы и закончим характеристику магистерской диссертации Владимира Соловьева вместе с ее историческим окружением но в заключение мы должны сказать что ознакомление с этими двумя последними документами несомненно вселяет в нас некоторого рода высокие настроения которые даже и самому закоснелому скептику помогают легче жить и свободнее дышать и среди всех несовершенств жизни ободряют нас в надеждах на лучшее и более красивое будущее страница 44 историческая справедливость впрочем заставляет нас учесть и то обстоятельство что Бестужев Рюмин в дальнейшем изменил свой взгляд на Владимира Соловьева дело в том что Владимир Соловьев чем дальше тем больше становился западником критиковал славянофилов и сближался с либеральными кругами таким людям как Бестужев Рюмин или Страхов это обстоятельство было весьма не по сердцу кроме того и сам Владимир Соловьев впоследствии тоже отрицательно отзывался о Бестужеве Рюмине но все это конечно не меняет возвышенной красоты духовного портрета юного диссертанта Владимира Соловьева этот духовный портрет для своего времени вполне объективен и реален в изображении Бестужева Рюмина несмотря на позднейшее разочарование последнего во Владимире Соловьеве справедливость заставляет сказать что дело не обошлось без отрицательных и даже издевательских отзывов о магистрской диссертации Владимира Соловьева 27 ноября через три дня после защиты диссертации в биржевых ведомостях появился фильетон Михайловского 1842 1904 годы с прямым издевательством по поводу защиты Владимиром Соловьевым диссертации Михайловский сравнивает этот диспут с боем быков самого диссертанта он именует иронически кротким молодым человеком страстно отдавшимся мукам философской мысли отлетевшим от бренной земли к небу философии Владимир Соловьев по мнению Михайловского сумел перетянуть на свою сторону симпатии общества даже не пытаясь опровергнуть тружеников науки великих и малых известных и неизвестных филитонист вспоминая Гоголя иронически восклицает Русь Русь куда ты мчишься обращаясь в свою очередь с вопросом к обществу как вы думаете милостивые государе куда нам в самом деле мчиться что очевидно указывает на его предельное возмущение диссертантам инвективы Михайловского не остались без ответа страхов энергично защищал Владимира Соловьева против Михайловского в своих двух статьях философский диспут 24 ноября гражданин 2 декабря 1874 года и еще о диспуте Соловьева московские ведомости 9 декабря того же года примечания примечания с этими материалами можно познакомиться у Лукьянова о Владимире Соловьеве в его молодые годы материалы к биографии том 1 1916 год страница 424 433 конец примечания страница 45 глава 5 первое заграничное путешествие 1875 1876 годы как мы уже знаем в 1875 году Владимир Соловьев получил научную командировку за границу это было вполне понятно поскольку заграничные научные командировки всегда были в порядке вещей однако достойно удивления то что для Владимира Соловьева имела здесь значение не просто сама командировка но более доступное изучение одного предмета о котором биографы Владимира Соловьева говорят мало но который как мы покажем ниже имел центральное значение для всей жизни и мысли философа сейчас же пока достаточно будет указать на то как сам Владимир Соловьев формулировал цель своей поездки и как это было зафиксировано в донесении историко-филологического факультета и на ученом совете Московского университета именно Владимир Соловьев был командирован для изучения в Британском музее памятников индийской гностической и средневековой философии примечания Лукьянов о Владимире Соловьеве в его молодые годы материалы к биографии том третий страница шестьдесят четвертая конец примечания от времени работы Владимира Соловьева в Британском музее сохранилась его любопытная запись с разными чертежами с упоминанием каббалы беме свендерборга шеллинга и тот же сам Соловьев называет я примечания Соловьев Сергей Михайлович Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева Брюссель 1977 год страница 119 121 Конец примечания Все эти черновики связаны с его занятией проблемой Софии примечания для тех кто не знаком с греческим языком заметим что в древнегреческом языке слово София мудрость премудрость произносилось с ударением на предпоследнем слоге в то время как современное женское имя София произносится с ударением на первом слоге в современных философских рассуждениях ударение в слове Софии необходимо ставить на предпоследнем слоге по древнегреческому образцу Конец примечания Итак согласно сказанному выше Владимир Соловьев 21 июня 1875 года выехал из России и через Варшаву где он остановился на несколько дней направился в Лондон куда он и прибыл 29 июня однако по причинам которые он скрывал от близких и знакомых и по причинам духовно секретного характера он в ноябре того же года оказался в Каире по просьбе отца Владимира Соловьева Янжул 1846 1914 уехавший одновременно с Владимиром Соловьевым в Англию очень заботился о молодом Соловьеве не знавшим никакого быта забывавшим обедать и всецело погруженным в свои мысли Янжул это делал с некоторой неохотой чувствовал себя в известной степени одним из сторонников позитивизма который подвергался критике Владимиром Соловьевым особенно опекала Владимира Соловьева Елена Янжул которая между прочим заботилась о питании Владимира Соловьева всегда неустроенного по своему быту и при том не только в Лондоне страница 46 что же касается самого Янжула который был старше Владимира Соловьева всего на 7 лет то он оказался близким Владимиру Соловьеву не столько по своим воззрениям сколько по своему академическому положению он был специалистом по политической экономии и статистике имел много трудов в этой области серьезность его научных намерений была несомненная в свое время он стал и профессором и академиком и понятно почему Сергей Михайлович Соловьев знавший о поездке Янжела в Англию просил его позаботиться о сыне но гораздо больше интерес представляет собою сообщение Ковалевского которые оставались неопубликованными до тех пор пока не были отправлены Лукьянову из книги которого мы и приводим эти интересные материалы Ковалевский 1851 1916 годы известный русский юрист и историк права тоже впоследствии профессор и академик в 70-х годах в Лондоне изучал историю английских учреждений будучи при этом в дружеских отношениях с Янжелом и Владимиром Соловьевым вот что он сообщил Лукьянову по поводу своей встречи с Владимиром Соловьевым в Лондоне в 1875 году он с первого же разу привлек мою симпатию смешно сказать своей красотой и своим пророческим видом я не видел более красивых и вдумчивых глаз на лице была написана победа идейности над животностью скоро у меня появилось новое основание любить Соловьева простота и ровность его обращения связанная с редкой непрактичностью большая живость ума постоянная кипучесть мысли Соловьев работал в британском музее занимаясь каббалою и литературой о каббале по вечерам он нередко показывался в обществе немногих русских сходившихся у Янжела или у меня английская пища с характеризующим ее избытком мяса была ему неприятна поэтому он обыкновенно обедал у одного итальянского кондитера кормившего его яйцами рыбой овощами и сладкими блюдами до которых Соловьев был большой охотник примечания лукьянов о владимире соловьеве в его молодые годы материалы к биографии том 3 страница 136 конец примечания Ковалевский сообщил Лукьянову также и относительно общения Владимира Соловьева с тогдашними лондонскими спиритами примечания там же страница 136 138 страница 47 по всему видно что отношение Владимира Соловьева к спиритизму оставалось и здесь достаточно скептическим если не прямо отрицательным в письме к Цертелеву от 2 ноября Владимир Соловьев писал спиритизм тамошний а следовательно и спиритизм вообще так как в Лондоне есть его центр есть нечто весьма жалкое видел я знаменитых медиумов видел знаменитых спиритов и не знаю кто из них хуже Владимир Соловьев письма том 2 страница 229 имеется еще несколько суждений о спиритизме у Владимира Соловьева также из более позднего времени в 1883 году в письме к Федорову Владимир Соловьев тоже писал «Я в письме в письме наступление» к этому предмету может считаться окончательно решенным как мы уже сказали в ноябре 1875 года Владимир Соловьев оказался в Египте точнее 28 октября 1875 года он отбыл в Египет и прибыл в Александрию 11 ноября того же года на пароходе отправлявшемся из Бритдизии в тот же вечер Владимир Соловьев был уже в Каире по-видимому одной из целей путешествия Владимира Соловьева в Египет было посещение Фиваиды находящиеся на расстоянии около 200 километров от Каира Фиваида бывшие египетские фивы древнейшие места как египетских так впоследствии и христианских культов прославленная благодаря первоначальному монашеству и получившие в истории христианства мировое значение эти древние египетско-христианские мистические тайны и влекли к себе Владимира Соловьева надеявшегося получить здесь новое еще небывалое для себя духовное откровение но на пути Фиваиду его напугали разбойники и до Фиваиды он так и не дошел именно здесь под Каиром 25 27 ноября явилось ему то что он сам называл видением и что в позднейшей литературе называлось вечной женственностью но что представилось ему в личной форме на языке самого Владимира Соловьева это выступало в виде Софии премудрости Божией которой он посвятил не одно глубокое философское рассуждение страница 48 о том что явилось ему в Египте можно судить по стихотворению написанному им в конце ноября 1875 года где мы читаем вся в лазуре сегодня явилась предо мною царица моя сердце сладким восторгом забилось и в лучах восходящего дня тихим светом душа засветилась а вдали догорая дымилась злое пламя земного огня более подробно ту же тему владимир соловьев развивает в стихотворении у царицы моей есть высокий дворец написанным между концом ноября 1875 и 6 марта 1876 года на основании всех подобных материалов мы уже сейчас можем раскрыть тот духовный секрет который сам владимир соловьев сделал из своего путешествия в лондон и из своего внезапного решения ехать в египет дело в том что понятие софии владимир соловьев позаимствовал из каббалистической литературы изучать которую он и направился в британский музей а под влиянием изученной им теософской литературы он он как раз и решил направиться в египет и в лондоне и в египте его охватили своеобразные эмоционально умозрительные состояния которые и рисовали ему софию в виде какой-то безбрежной космической лазури с женским лицом это и есть тот секрет ради которого он предпринял свою первую заграничную командировку и который заслуживает специального рассмотрения что мы и сделаем ниже в Каире Владимир Соловьев пробыл до марта 1876 года наконец 12 марта он выехал из Египта 16 прибыл в Неаполь в конце апреля он отправился в Париж где пробыл весь май так что в России он вернулся только в июне между прочим по возвращении Владимира Соловьева в Россию его друзья посмеивались над внезапным его путешествием в Египет один из ближайших приятелей Владимира Соловьева граф Сологуб даже сочинил юмористическую пьесу Соловьев в Фиваиде не мешает сказать что Сологуб был родным племянником знаменитого славяна Фила Ю. Ф. Самарина с которым по приглашению своего приятеля в дом его матери Сологуб урожденной Самариной и познакомился Владимир Соловьев тут же состоялось знакомство с Аксаковой а через несколько дней и с Аксаковым жена Сологуб Наталья Михайловна тоже была дружна с Владимиром Соловьевым и в дальнейшем помогала ему отшлифовывать стиль его французской книги Россия и Вселенская церковь когда Владимир Соловьев в 1887 году гостил в имении Сологубов Рождествене под Серпуховым Страница 49 Глава 6 Между первым заграничным путешествием и докторской диссертацией 1876 1880 годы Итак в начале июня видимо 5 июня 1876 года Владимир Соловьев возвращается в Россию но как было сказано в 1877 году он уже в Петербурге философская деятельность Владимира Соловьева в эти годы продолжает процветать в 1877 году им были напечатаны философские начала цельного знания в 1877 1888 годах критика отвлеченных начал а в 1878 1881 годах чтение о Бога человечестве критику отвлеченных начал Владимир Соловьев защитил в Петербургском университете 6 апреля 1880 года в качестве докторской диссертации но профессором он все-таки не стал работал в университете в качестве приват доцента из-за плохого отношения к нему Владиславлева хотя этот последний весьма благосклонно отнесся к его обеим диссертациям и считал их талантливыми работами о самой докторской диссертации Владимира Соловьева мы скажем ниже а сейчас отметим некоторые факты из жизни философа за этот рассматриваемый нами период между возвращением из Египта и второй диссертации прежде всего не безинтересно бросить взгляд на ту духовную обстановку в которой оказался Владимир Соловьев по возвращении из своего заграничного путешествия основная роль принадлежит здесь его сближению с семьей крупнейшего русского поэта середины века графа Алексея Константиновича Толстого В доме Толстого Владимир Соловьев появился благодаря своему гимназическому и университетскому товарищу князю Цертелеву который был двоюродным племянником Софьи Толстой то есть сыном двоюродной сестры Толстой Церетелевой урожденной Чулковой правда сам Толстой к этому времени уже скончался еще в 1875 году но имеется много обстоятельств которые заставляют признать огромное значение для Владимира Соловьева духовной атмосферы создавшейся при жизни Алексея Толстого в его доме поэтическая и мистическая настроенность Толстого отличалась мягко романтическим характером но это не мешало Толстому постоянно интересоваться разного рода оккультными явлениями что подробно исследовал биограф Алексея Толстого Лирон Дель Жена Толстого Софья Андреевна не сочувствовала крайностям натуралистической мистики своего мужа но была настроена высоко духовно что особенно сказалось когда она после смерти Толстого стала единственной распорядительницей его дома страница пятидесятая сначала скажем несколько слов о мистически натуралистических увлечениях Алексея Толстого биограф Владимира Соловьева Мочульский пишет так в начале шестидесятых годов Толстой изучал Сведенборга Ван Гельмонта магнетическую магию в которой рассказывается о магических зеркалах талисманах эвациях фильтрах заклинаниях заговорах колдовстве естественную магию дюпоте посвященную явлениям сомнобулизма магнетизма ясновидения галлюцинации видений материализации и так далее историю магии и догмат и ритуал высшей магии Элифаса Леви с чертежами текстами заклинаний и вызовов треугольниками пентаграммами и тетраграммами пневматология Эдемер Виль содержащая учения о магнетических токах одержимости сверхъестественных голосах экзорцицизмах таинственных мономаниях летающих столах и самовозжигающихся огнях Окультные увлечения Толстого отразились на его дон-жуане В письме к Маркевичу он объясняет что статуя командора есть не что иное как материализация астральной силы которая осуществляется невидимо в каждом акте нашей воли и видимо во всех магнетических и магических опытах Таков был круг мистических интересов автора дон-жуана Поэта романтика привлекала все таинственное но он не выходил за пределы натуральной магии Парацельса Его чувство природы окрашено довольно неопределенным пантеизмом и в личное бессмертие он не верил Софья Андреевна разделяла увлечение мужа спиритизмом и магнетизмом но не сочувствовала его натуралистической религии она была натурой глубоко религиозной и мистически одаренной В момент сближения Соловьева с семьей Толстого общий тон определялся духом невидимо присутствовавшего в нем покойного поэта но в этот тон вдова его вносила свой очень личный оттенок мистической духовности в атмосфере романтической таинственности и космической поэзии выросло учение Соловьева о Софии примечание Мочульский Владимир Соловьев Жизнь и учения Париж 1951 год страница 78 конец примечания все эти сведения приводятся нами не потому что мистический натурализм Толстого оказал на Владимира Соловьева прямое и непосредственное влияние страница 51 выше мы уже видели что Владимир Соловьев хотя и обладал тонкой чувствительностью и даже сам был склонен к медиумической автографии теоретически относился к спиритизму весьма скептически а с его полным отрицанием значимости подобного рода явлений мы еще встретимся ниже дело не в этом а в том что в доме Толстого царила та мягко романтическая настроенность которая как раз и была по душе Владимиру Соловьеву и сильно влекла его к этому дому кроме того относясь отрицательно ко всякой этой натуралистической мистике Владимир Соловьев всегда был склонен реалистически понимать всякую мифологию и сказочность что также было свойственно Алексею Толстому этот мифологический реализм в самом страшном виде представлен у Толстого в его повести упырь поэтому Владимир Соловьев был связан не только с Толстым скончавшимся в 1875 году сколько Софьи Андреевны Толстой это была женщина строгая но справедливая и ласковая она держала в руках весь дом и все и подчинялись вполне беспрекословно но в то же время с уважением и любовью случайно нам оказался доступным один частный архив в котором до настоящего времени хранится весьма интересный документ именно когда-то Лукьянов желая продолжать свой биографический труд о Владимире Соловьеве просил Хитрово передать ему составленные ею воспоминания об ее детском возрасте это Софья Петровна Хитрово 1848 1910 годы была племянницей Толстой дочерью ее брата Бахмитева Софья Толстая вообще воспитывала многих своих племянников но Хитрово была ее любимейшей племянницей которая жила при ней неотлучно и даже унаследовала после ее смерти и ее имение пустыньку Лукьянов сделал выписки из воспоминаний Хитрово намереваясь использовать их в своей дальнейшей работе но продолжение этого труда после первого выпуска третьего тома не последовало а сделанные Лукьяновым выписки из воспоминаний Хитрово остались в частном владении Комаровской с любезнейшего разрешения которой мы сейчас ими и воспользуемся примечание выписки Лукьянова впервые публикуется полностью в настоящем издании смотрю приложение второе конец примечания о Владимире Соловьеве в этих записках нет и не может быть никакой речи поскольку с Хитрово он познакомился лишь в 1877 году после своего возвращения из-за границы но нас здесь интересует духовная атмосфера царившая в доме Толстой и Хитрово а Владимир Соловьев с первого же появления в этом доме стал питать нежные чувства к Хитрово страница 52 Ему было тогда только 24 года а Хитрово 29 лет Владимир Соловьев предполагал даже вступить с ней в брак но она была уже замужем и вопреки настойчивому желанию Владимира Соловьева не желала расторгать брак кроме того Хитрово к этому времени уже имела троих детей Вету Елизавету Андрея и Рюрика Георгия Впоследствии во второй половине девяностых годов когда ей было уже около пятидесяти лет она мотивировала свой отказ выйти замуж за Владимира Соловьева указанием на то что у нее есть уже внуки между прочим известно что к детям Хитрово Владимир Соловьев всегда питал самые нежные чувства а дети эти тоже весьма любили Владимира Соловьева особенно Рюрик всегда вспоминавший о нем с большой симпатией внук Хитрово сын ее дочери Елизаветы Миша Муханов прямо называл Владимира Соловьева ку-ку Правда Правда брак этот был достаточно несчастлив Схитрово находилась в плохих отношениях со своим мужем и даже жила отдельно от него в имении Толстых пустынька у станции Саблина под Петербургом В архивных материалах Соловьева младшего находилось ненапечатное письмо Владимира Соловьева от 1887 года к Коксаковой в котором Владимир Соловьев так отзывался о браке Хитрово Тут никакой нравственной связи и ни с той ни с другой стороны не существовало Никакой даже чисто человеческой любви Никакой даже эгоистической привязанности Ничего кроме расчета и внешних случайностей Тут уже не только не может быть речи о каких-нибудь идеалах Но тут мы просто не видим ни одного ни малейшего элемента для настоящего брака Примечание Соловьев Сергей Михайлович Жизни творчества Эволюция Владимира Соловьева Брюссель 1977 год страница 205 Конец примечания Сам Михаил Александрович Хитрово старинного рода восходящего к 14 веку был поэт и дипломат а в дальнейшем получил назначение в Японию Отношения Владимира Соловьева к Хитрово остаются для нас загадочными По одним сведениям их брак не состоялся ввиду аскетических их наклонностей Владимира Соловьева по другим ввиду нежелания Хитрово разводиться с мужем Можно сказать только одно свои чувства к Хитрово с некоторыми временными ослаблениями Владимир Соловьев сохранил на всю жизнь посвящая ей свои лучшие стихи и постоянно приезжая в пустынку для более или менее длительного в ней пребывания Но в окончательном виде Владимир Соловьев отказался от намерения жениться на Хитрово только в 1887 году То немногое что можно сказать об этих глубоких и тайных отношениях между ними можно говорить только с помощью более или менее вероятных догадок Страница 53 Во всяком случае Софья Петровна Хитрово была для Владимира Соловьева одним из отдаленных подобий той Софии которую он использовал как основное природно-философское понятие Вероятно оба они Владимир Соловьев и Хитрово приняли все меры для того чтобы скрыть свои чувства от современников и от истории потому что никаких документов которые характеризовали бы интимную сторону этих отношений в распоряжении биографов Владимира Соловьева не осталось Вот это Хитрово и написало воспоминания о своем раннем детстве отрывки из которых мы сейчас приведем и которые как было сказано выше весьма характерны если не для самого Владимира Соловьева то для той атмосферы в которой он оказался после своего заграничного путешествия начиная с 1877 года Итак мы сейчас приведем несколько текстов из ненапечатанных воспоминаний Хитрово Толстой но но и боюсь их и вместе с тем я вложила в них все мое доверие все мое сердце все мои идеалы помимо них ничего не могло существовать для меня Иногда характер Толстого нервный и вспыльчивый пугал меня но уверенность в его дружбе и любви ко мне была непоколебима Софу я всегда жалела она всегда несла ношу слишком тяжелую Час первая жизненный путь Владимира Соловьева глава шестая между первым заграничным путешествием и докторской диссертацией 1876 1880 годы продолжение Иногда Толстой проявлял черты несдержанности и раздраженности по поводу этих случаев хитрово пишет но стоило Софи словом отмахнуть от них наплыв ежедневных дрязг и осветить своим воспоминающим умом его растревоженную душу и он возвращался с молодыми чистыми силами страдания зло боли печали не имели власти над бодростью и чистотой его духа взяв взяв нас на свою ответственность Толстой со всей щедростью своего горячего сердца принял на себя многочисленные материальные обязанности и нравственный нелегкий долг неминуемые спутники детских жизней вырванных из нормальных условий Софа и Толстой взявши нас из Смольного вполне приняли на себя всю ответственность они это сделали сознательно и решительно Софа вероятно из любви к моему отцу хотела избавить его от того страшного чувства неисполненного долга по отношению к детей она знала его добрый бесконечно добрый характер но она тоже знала как он слаб и легко поддавался чужому влиянию она знала как трудно ему было бы бороться в жизни и как вероятно и он и мы пострадали бы в этой борьбе страница 54 вероятно под влиянием всегда окружавшей меня эстетической атмосферы добрых и высокомыслящих людей во мне развелась большая чуткость и воспринимание глубоко всех нравственных волнений человеческой жизни толстой так живо и чутко относился к малейшим явлениям жизненных сил не только у людей но и у животных что приучил меня почти невольно ко всему относиться с искренним сердечным чувством как часто теперь хочется мне передать молодым одиноким людям тот свет ту веру в истинные порывы чистой души которые так согревали и помогали мне всю мою жизнь по поводу того что в семье толстого было несколько свободное отношение к религиозным обрядам хитрово писала она толстая и толстой верит в бога и в будущий великий мир и только в формах в выражениях они отделяются от общей религии когда толстые были в париже около 1860 года то дочь их кухарки проходила конфирмацию на которую присутствовала хитрово по этому поводу хитрово пишет служба и вся церемония произвели на меня очень сильное впечатление и я целый день только об этом и думала а вечером за обедом сказала Софии Толстому что я хочу перейти в католичество на что они мне очень серьезно сказали что для такого важного дела надо много думать и учиться и что они ничего не имеют против если я этого также буду желать и через несколько времени в своих воспоминаниях хитрово довольно подробно описывает и те воспитательные приемы которыми пользовались Алексей Толстой со своей супругой Толстой очень желал развить в нас самостоятельность и трудолюбие и хотя с нами об этом не говорил но я часто чувствовал что Толстой желал ввести какую-то систему в нашем воспитании а Софа была против этого и хотела чтобы в нас главным образом развивались силы душевные и воображение она верила в несравненное могущество фантазии и воображения и душевные сердечные силы человека то есть щедрость сочувствие к другим забвение себя и всегда присущее желание помочь и утешить были для нее главными причинами бытия и единственным долгом всякого человека в результате такого воспитания ухитрово развился твердый неустрашимый характер с одной стороны а с другой стороны развелось мягкое и отзывчивое чувство к людям кроме того с самых малых лет она уже читала крупнейших писателей русских и зарубежных а иной раз даже была с ними знакома лично страница пятьдесят пятая толстые а за ними и сама хитрово совершенно отрицательно относились к крепостному праву софа и отец глубоко негодовали на крепостное право и давали волю тем кто хотел из дворовых но немногие пользовались этим слишком хорошо жилось на нашем дворе хотя у тетки отца Александра Николаевна Чулковой порядка и добра было больше но зато людям слишком плохо жилось и отец и софа очень возмущались ее отношением к мужикам вообще свобода и личность имели большие права в нашем доме все жили по-своему друг друга не теснили и не упрекали дружба и беззаботность сглаживали многое и я не помню ни упреков ни ссор толстые не только заботились о крепостных но и проявляли большую склонность вообще помогать бедным даже и за границей об этих толстовских благодеяниях хитрово говорит много но рассказывать здесь о них мы не будем а что для нас важнее всего это духовная атмосфера в которую попал Владимир Соловьев в 1877 году и которая определялась после смерти Толстого исключительно личностью Софии Андреевны Толстой вот что об этом пишет хитрово по всем рассказам видно что с ранних лет Софа была не по годам умна и развита и всегда выделялась от других умом и обаятельностью когда ей было пять лет бабушка возила всех своих детей в Саровскую пустынь на благословение к отцу Серафиму и когда он их всех перекрестил и благословил то перед младенцем Софьей он опустился на колени и поцеловал ей ножки предсказывая ей удивительную будущность мы дети видели и понимали что все в доме обожают Софу и что она всегда везде и для всех первый человек и мы слепо верили что лучше ее на свете нет и так всю жизнь она стояла для нас лучезарнее и выше всех наша любовь к ней была совсем особенная и чтобы она не сказала все было хорошо и непоколебимо мой отец как и другие относился к ней с некоторым благоговением почти что восторженно а во имя своих чувств к ней назвал и меня и сестру Софьями и говорил что если у него будет двенадцать дочерей все они будут Софьями вся эта характеристика духовной атмосферы в доме толстых обрисованной в воспоминаниях хитрово является весьма ценным материалом для характеристики Владимира Соловьева вообще и в частности для объяснения его нежных чувств возникших у него в 1877 году к хитрово взаимности в отношении брака Владимир Соловьев у хитрово не нашел но он в течение почти двадцати лет надеялся на этот брак и расстался с этой мечтой почти только в конце своей жизни страница 56 поскольку у нас нет возможности одинаково подробно осветить все главнейшие периоды философского и лично жизненного развития Владимира Соловьева и вместо этого мы предпочли выдвинуть на первый план только некоторые моменты его развития то мы предпочитаем сказать немного подробнее о второй диссертации Владимира Соловьева тем более что на этот раз нет нужды бросаться в разные стороны с целью получить картину защиты диссертации а можно ограничиться только письмами самого же Владимира Соловьева освещающего свою вторую защиту довольно подробно в письме к Кирееву в 1881 году точной даты письма отсутствует Владимир Соловьев подробно излагает как содержание своего вступительного слова на защите диссертации так и возражение его оппонентов вступительное слово было посвящено основному предмету философии вообще существует говорил Владимир Соловьев «Бытие идеальное или божественное и бытие материальное или природное одно из этих начал предполагает другое и одно без другого немыслимо» Владимир Соловьев говорил «Если задача философии заключается в том чтобы установить общую связь всего существующего а все существующее сводится к божественному и к материальному природному началу то задача философии определяется ближайшим образом так установить внутреннюю связь между началом божественным и началом материальным Владимир Соловьев письма том второй страница девяносто восьмая если сравнить содержание этого вступительного слова конкретным содержанием диссертации то можно сказать что здесь дается идея всей диссертации но только в более общем виде в диссертации доказывается необходимость слияния рационализма и эмпиризма а это можно считать частным случаем общей проблемы соотношения идеального и материального здесь мы имеем дело с чисто соловьевской идеей которая пронесена философом через всю его жизнь в дальнейшем Владимир Соловьев довольно подробно говорит о выступлениях его оппонентов откуда мы приведем несколько мыслей первый оппонент профессор Владиславлев соглашаясь в основном с докторантом возражал против распространения нравственного процесса на все живые существа кроме человека что заставило Владимира Соловьева дать более сдержанную формулировку этого вопроса Владиславлев возражал и против распространения любви на всю человеческую жизнь которая кроме любви полна также вражды и клеветы страница 57 соглашаясь с Владиславлевым по этому вопросу Владимир Соловьев также и здесь дал более сдержанную формулировку Владимир Соловьев письма том 2 страница 99 100 страница 57 профессор богословия Рождественский похваливший докторанта в целом возражал против чисто религиозных рассуждений в диссертации которые казались ему слишком близкими к Шеллингу и Шлеермахеру и содержавшими в себе черты пантеизма Владимир Соловьев в ответ на это отрицал влияние на него Шлеермахера а в свою связь с Шеллингом он признавал только в тех трудах этого последнего где уже не было никакого пантеизма там же страница 100 после выступления третьего оппонента профессора всеобщей истории Бауэра относительно методов характеристики периодов истории четвертый оппонент преподаватель полицейского права Ведров сделан интересное замечание о невозможности видеть в социализме только одну материалистическую основу кроме материально-экономического процесса говорил Ведров в социализме имеются элементы нравственные религиозные и так далее В ответ на это Владимир Соловьев не отрицал широты взглядов у разнообразных социалистов но продолжал настаивать на материально-экономическом принципе как на основном там же страница 101 было еще три оппонента с возражениями не столь существенного порядка там же страница 101 если бы мы имели тексты выступлений всех оппонентов то может быть мы и не сделали того замечания которое мы сейчас считаем необходимым сделать нам представляется что никто из оппонентов в ясной форме не указал на ту теоретическую мощь которую Владимир Соловьев проявил в своем учении о слиянии рационализма и эмпиризма в неразрывное целое в то новое качество в котором уже нет никаких намеков на рационализм и эмпиризм в их изолированном виде кроме того это новое синтетическое качество рассматривается у Владимира Соловьева еще и как необходимым образом историческое это историческая диалектика Владимира Соловьева приведена в диссертации с небывалой силой с неопровержимой ясностью и простотой несомненно здесь сказалась огромная диалектическая мощь философа аналогии которой кажется невозможно найти во всем девятнадцатом веке в России к этому нужно прибавить что и в литературе возникшей по поводу диссертации Владимира Соловьева эта сторона дела тоже почти не освещалась вторая диссертация Владимира Соловьева не вызвала такого шума как первая но мы хотели бы указать на два значительных труда посвященных критике второй диссертации правда весьма различной значимости первый труд на который мы хотели бы обратить внимание читателя это книга Чичерина 1828 1904 годы «Мистицизм в науке» в которой все 196 страниц посвящены диссертации Владимира Соловьева примечание Чичерин «Мистицизм в науке» Москва 1880 год конец примечания этот крупнейший русский гегельянец крупнейший теоретик государства и права конституционный монархист и во многом далеко идущий вперед либерал а также и реалистически мыслящий общественный деятель конечно мог понять в диссертации Владимира Соловьева больше чем кто-либо другой Чичерин несомненно обладал острым умом и создавал свою собственную часто весьма оригинальную логику достаточно указать хотя бы на то что он даже осмелился расчетверить гигельевскую триаду не без основания его основная философская позиция создала для него ряд крупных преимуществ в сравнении с другими критиками Владимира Соловьева поскольку Чичерин будучи принципиальным противником всякого позитивизма критиковал в то же время и безусловное основание философии на любых вероучительных теориях знаток и ценитель истории философии Чичерин не мог без нарушения правил писательской честности не ставить высоко такого напряженно мыслительного произведения как критика отвлеченных начал поэтому в своей критике Соловьевской диссертации он чувствует себя в одной плоскости с Владимиром Соловьевым и оценивает его как равный равного вот почему эта книга Чичерина несмотря на весь свой весьма острый критицизм в отношении Владимира Соловьева еще и сейчас читается с огромным интересом да может быть этот наш теперешний интерес к Чичерину даже больше того и гораздо глубже мотивирован чем в период выхода этой книги в свет приведем два-три примера Чичерин упрекает Владимира Соловьева за то что тот делает слишком большие уступки эмпиризму Чичерин мистицизм в науке страницы 24-29 делая это ничтожное направление таким же отвлеченным началом как иррационализм не нравится Чичерину и то что Владимир Соловьев свое всеединство понимает исключительно нравственно Чичерин мистицизм в науке страницы 95-96 и это делает Соловьевское всеединство тоже только отвлеченным началом страница 59 тут критик совершенно не прав так как Соловьевское всеединство безусловно выше даже и всякой нравственности диссертация Владимира Соловьева как это мы увидим ниже кончается конструкциями теософии теургии и искусства где же тут абсолютизация нравственности заставляет задумываться и такие рассуждения Чичерина как мысль о том как понимает Владимир Соловьев истину Чичерин правда понимает мистицизм слишком расплывчато совсем не по-соловьевски поэтому является глубоким заблуждением то что Владимир Соловьев понимает свой абсолют как сущее всеединство и тем самым пользуется терминологией традиционного рационализма Чичерин мистицизм науки страницы 115 120 однако Чичерин не вполне разбирается в том что мистицизм Владимира Соловьева отличается установлением вполне интеллектуалистических структур так что обвинять здесь Владимира Соловьева за неправомерное использование им рационализма совершенно неправильно Владимир Соловьев здесь весьма рационалистичен но только его рационализм совершенно оригинальный и весьма специфический и вот тут-то Чичерин находится слишком уж во власти традиционных представлений о мистицизме и не разбирается в интеллектуалистической его структуре у Владимира Соловьева не будем приводить других примеров скажем только что Чичерин глубоко ценит Владимира Соловьева за его попытку оставаться на почве философии создавать философскую систему и мысли чисто философскими понятиями вопреки отсутствию всех такого рода методов в тогдашнем позитивизме и в тогдашних пошлых и банальных попытках философствовать изучение книги Чичерина о Владимире Соловьеве настойчиво рекомендуем другая работа о которой стоит упомянуть в связи со второй диссертацией Владимира Соловьева принадлежит Гибольскому и называется о высшем благе или о верховной цели нравственной деятельности примечание Гибольский о высшем благе или о верховной цели нравственной деятельности Санкт-Петербург 1886 год Конец примечания Логический аппарат Гибольского хуже чем у Чичерина Все же однако эта книга одна из главнейших работ критикующих докторскую диссертацию Владимира Соловьева Сам Гибольский 1842 1918 годы в общем имел довольно путанное мировоззрение исключающие элементы позитивизма гигельянства и платонизма Страница 60 Из многочисленных мнений Дибольского о Владимире Соловьеве мы укажем только на якобы пантеистическую разработку учения о всеединстве примечания Дибольский о высшем благе или о верховной цели нравственной деятельности Санкт-Петербург 1886 год страница 63 конец примечания Кажется в некотором отношении Дибольский здесь прав поскольку Соловьевская концепция всеединства в отчетливой форме не содержит в себе идеи надмирного творца и мировой материальной тварности в целом однако эта критика пантеизма у Владимира Соловьева является слишком большим преувеличением невозможно согласиться с Дибольским также и в том что религиозное мировоззрение Владимира Соловьева есть только продукт разложения церковных начал там же страница 91 в общем здесь кое-что правильно но и здесь слишком явное преувеличение так или иначе но изучение работы Дибольского весьма полезно для выяснений как исторического так и теоретического значения докторской диссертации Владимира Соловьева глава седьмая публичная лекция 28 марта 1881 года преподавательская деятельность Владимира Соловьева в Петербургском университете окончилась раз и навсегда после прочтения им публичной лекции 28 марта 1881 года в которую он призывал помиловать убийц Александра Второго Прочтение этой лекции текст который не сохранился обычно считает причиной ухода Владимира Соловьева из университета однако ради соблюдения исторической точности необходимо сказать что в несколько более ранней публичной лекции 13 марта того же года Владимир Соловьев энергично протестовал против всякого революционного насилия том 3 страница 417 421 после прочтения лекции 28 марта петербургский градоначальник хотел наказать Владимира Соловьева но по желанию Александра Третьего ему только было временно запрещено чтение публичных лекций и он был оставлен в Петербурге и вообще относительно прочтения этой незаписанной автором лекции возник целый ряд недостойных сплетен которые объективный историк должен безусловно отвергнуть вероятно в связи с революционной атмосферой 1905 года жена известного петербургского лингвиста и писательница Боден де Куртене обрисовала эту лекцию в виде какого-то митинга на котором одни будто бы носили Владимира Соловьева на руках и кричали ему ты наш вождь а другие будто бы кричали тебя самого нужно казнить страница 61 в этом виде со слов биржевых ведомостей описание лекции сделанное Щеголевым появилось в былом в 1906 году номер 3 страница 48 55 в 1907 году Слонимский в том же журнале март страница 306 и 307 опровергал митинговый характер выступлений Владимира Соловьева а в 1918 году в былом номера 4 и 5 страница 32 и 33 страница 330 и 336 тот же Щеголев приводит еще и другие материалы целиком опровергающие революционную направленность лекции Владимира Соловьева оказывается министр внутренних дел Ларис Меликов написал Александру Третьему докладную записку в которой указывал на нецелесообразность наказания Владимира Соловьева ввиду его глубокой аскетической религиозности и ввиду того что он сын крупнейшего русского историка бывшего ректора Московского университета Сергея Михайловича Соловьева какой-то доносчик третьего отделения описывал лекцию Владимира Соловьева тоже в весьма мягких тонах наконец в указанном номере былого 1918 года приводится письмо и самого Владимира Соловьева к Александру Третьему оно написано в самых верно подданнических и искренне христианских тонах о том что только духовная сила Христовой истины может победить силу зла и разрушения и что настоящее тягостное время дает русскому царю небывалую прежде возможность заявить силу христианского начала все прощения владимир соловьев письма 1923 год страница 149 150 таким образом требование владимира соловьева о помиловании убийц Александра второго не имело никакого отношения к революционным симпатиям а было продиктовано наивным искренним и вполне честным убеждением в необходимости христианского всепрощения требование это с известной точки зрения можно считать наивным и глупым но приписывать владимиру соловьеву революционный образ мысли это не только наивно и глупо но и вполне смехотворно все же из университета владимиру соловьеву пришлось уйти хотя его никто не увольнял прошение его об отставке было принято но министр народного просвещения барон Николай сказал ему я этого не требовал да и ушел он как можно думать не столько из-за шумихи по поводу его лекции сколько потому что весьма не любил преподавание с его принудительными моментами вроде лекционных программ обязательного расписания лекций студенческих экзаменов ученых советов отчетов и так далее несмотря на огромные философские знания и редкую научную выучку Владимир Соловьев чувствовал что в его жилах бьется кровь проповедника публициста агитатора и оратора литературного критика поэта иной раз даже какого-то пророка и визионера и вообще человека преданного изысканным духовным интересам страница 62 быть профессором было для него просто скучно как мы видели и в свою бытность преподавателем университета он не столько преподавал сколько разъезжал по разным интересным для него местам и больше занимался делами личного характера поэтому переход Владимира Соловьева к работе вне университета более чем понятен глава восьмая восьмидесятые годы прежде всего на этих свободных отказенных форм путях деятельности Владимир Соловьев целиком отдается написанию сочинений чисто церковного характера в произведении 1882 1884 годов духовные основы жизни он дает в основном ничто иное как толкование на молитву Отче Наш 1881 1881 1883 годам относятся его три речи в память Достоевского но решающим признаком его церковных занятий является почти никогда не покидавшие его увлечение католицизмом о чем можно судить по его малопопулярной работе 1883 года под названием «Великий спор и христианская политика» Владимир Соловьев задумывает трехтомный труд в защиту католицизма но по разным причинам цензурного и технического характера вместо этих запланированных трех томов вышла в 1886 году только работа «История и будущность теократии» а в 1889 но уже на французском языке в Париже Россия и Вселенская Церковь сближение с католицизмом сопровождалось близостью философа с видными католическими деятелями как например епископом Штросмайером в Загребе куда Владимир Соловьев ездил в 1886 году с Штросмайером Владимир Соловьева сближала также очень глубокая и в то же время идейная дружба оба они стояли за соединение церквей католической и православной ввиду чего в области богословия у Владимира Соловьева появилось много врагов и неприятностей вплоть до запрещения ему писать на церковные темы но опять-таки здесь Владимир Соловьев нашел до себя выход глубокий ум и широкая натура философа обеспечили для него работу не менее интересную чем богословские а именно работу литературно критическую и эстетическую что касается биографических сведений о Владимире Соловьеве чисто личного характера то 80-е годы складывались для него весьма неблагоприятно что между прочим могло повлиять и на его здоровье поскольку в эти годы он жалуется на ряд болезней прежде всего выше мы уже касались отношений Владимира Соловьева с хитрово которые складывались для философа довольно неудачно страница 63 и в 1887 году у него назрел даже какой-то мучительный разрыв с хитрово никогда впрочем не носивший окончательного характера поездка в Загреб в 1886 году как это мы увидим ниже тоже не дала никаких заметных результатов увлечение католицизмом осталось но католикам Владимир Соловьев не стал и как мы опять-таки увидим ниже чувствовал себя после этой поездки более православным чем до нее к этому нужно прибавить строгости тогдашней церковной цензуры из-за которых ему приходилось думать теперь о печатании своих церковно-политических работ на французском языке а это было не так просто хотя Владимир Соловьев среди прочих языков владел французским лучше всего и удивлял парижан безукоризненным языком своих французских докладов тем не менее его французский все же доставлял ему некоторого рода озабоченность да и прибегать к этому языку приходилось так сказать с горе ради печатания своих работ Владимир Соловьев выехал в Париж в 20-х числах апреля 1888 года в Париже его встретила довольно пестрая обстановка нашлись у него друзья но нашлись и враги особенно нужно отметить его расхождение с отцами иезуитами несмотря на прежнюю близость кое-кто из католиков считал его прямо еретиком из России тоже приходило не очень приятное известие ему писали о разного рода угрозах так что не угодивший иезуитам он боялся по возвращении попасть в Соловки правда к концу этого 1888 года он все же нашел в Париже издателя для своей книги Россия и Вселенская Церковь которая и вышла в 1889 году католическим богословам особенно не нравилась третья часть книги имевшая слишком теософский характер когда Владимир Соловьев вновь посетил Штросмайера на обратном пути то и в нем он почувствовал уже иное настроение не то что два года назад число значительных причин невеселого настроения Владимира Соловьева во второй половине 80-х годов несомненно нужно отнести его резкое расхождение со славянофилами расхождение это создавало для него какую-то беспокойную внутреннюю атмосферу поскольку философу приходилось расставаться с близкими для него людьми часто вызывавшими у него глубокое уважение ради иллюстрации того с какой тревогой и беспокойством относился Владимир Соловьев к Аксакову скончавшемуся в 1886 году приведем письмо Владимира Соловьева к Анне Федоровне Аксаковой вдове Аксакова и с ней философ всегда поддерживал самые дружеские отношения Вот что он пишет ей 14 июня 1888 года из Парижа Страница 64 По приезде в Париж в первый раз видел во сне Ивана Сергеевича очень яркий и кажется замечательный сон Будто мы с вами разбирали бумаги и читали печатные корректуры писем Ивана Сергеевича Встретилось какое-то недоразумение и вы меня послали на могилу Ивана Сергеевича спросить его самого Около могилы был недостроенный дом Я вошел туда и увидел Ивана Сергеевича очень больного Он позвал меня за собой и мы перешли в другое здание огромное и великолепное Тут Иван Сергеевич сделался вдруг совсем молодым и цветущим Он обнял меня и сказал Я и мы все помогаем тебе Тут я спросил его Разве вы не сердитесь на меня Иван Сергеевич за то что я не согласен со славянофильством Он сказал Да немного немного но это не важно Потом мы вошли опять в недостроенный дом Иван Сергеевич опять изменился лицо его сделалось бледно-сером и он падал от слабости Я посадил его на красное кресло с колесами и он сказал Здесь мне нечем дышать Не откуда жизнь брать Скорее туда Тогда я повез на кресле его к великолепному зданию но тут меня разбудили Утром я помнил больше подробностей этого сна и теперь они сгладились Это было должно быть 27 или 28 апреля Примечание Сергей Михайлович Соловьев Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева Брюссель 1977 год страница 278 Конец Примечания Можно по-разному интерпретировать это сновидение Владимира Соловьева Но как бы его не интерпретировать оно безусловно отражает беспокойные и неуверенные настроения Владимира Соловьева в связи с выступлениями против славянофилов Приведем еще один факт свидетельствующий о беспокойном состоянии духа Владимира Соловьева в конце 80-х годов Дело в том что он уже давно был в дружеских отношениях со Страховым одним из крупнейших представителей так называемого почвенничества весьма близкого к славянофильству и поклонникам Данилевского известная книга которого Россия и Европа впервые появилась в журнале Заря в 1869 году а отдельным изданием в 1871 когда Владимир Соловьев острейшим образом критиковал книгу Данилевского в статье Россия и Европа вестник Европы 1882 год номер 2 4 том 5 страницы 82 тире 147 то Страхов в свою очередь критиковал русский вестник июнь 1888 год эту оценку книги Данилевского у Владимира Соловьева и вот теперь Владимир Соловьев вновь опровергает рецензию Страхова и печатает в вестнике Европы 1889 год номер 1 статью под названием о грехах и болезнях том 5 страница 267 286 летом 1890 года Владимир Соловьев пишет вторую статью против Страхова мнимая борьба с западом русская мысль 1890 год номер 8 том 5 страницы 287 311 на которую Страхов ответил статьей в новом времени 1890 год номер 5231 страница 65 наконец в конце осени того же года последовал новый ответ Владимира Соловьева счастливые мысли Страхова вестник Европы 1890 год номер 11 том 5 страницы 312 319 написаны в столь обидном тоне что личные отношения между двумя друзьями испортились окончательно что же это за настроение под влиянием которого Владимир Соловьев критикует теперь своего старого приятеля в письме брату Михаилу на обратном пути из Парижа 16 декабря 1888 года говорится страхов которого я люблю но которого всегда считал свиньей порядочной нисколько меня не озадачил своей последней мазуркой и хотя я в печати изругал его как последнего мерзавца но это нисколько не изменит наших интимно дружеских и даже нежных отношений Владимир Соловьев письма 1923 год страница 118 как видно настроение Владимира Соловьева в этом письме во всяком случае слишком сложное чтобы быть спокойным это подтверждается и другим письмом к Стасюлевичу от 7 декабря 1888 года вчера очень торопился отправить конец статьи даже не прочел как следует если найдете какое-нибудь личное обращение слишком грубым или какую-нибудь шутку тяжелую зачеркните пожалуйста я знаю что в последнее время и в известных кругах страхов стал пользоваться чуть ли не авторитетом и изобличить его восточные грехи дело по-моему не бесполезное хотя и очень скучное это первое и я надеюсь последняя статья в этом роде мной написанное и я почувствовал вчера большое облегчение сдавшее на почту последние листы Владимир Соловьев письма там же страница 39 40 наконец большой интерес представляет последнее письмо Владимира Соловьева к Страхову на этом их переписка прекратилась от 23 августа 1890 года написанная вскоре после окончания статьи мнимая борьба с западом и свидетельствующая о большом теоретическом разногласии при глубокой личной симпатии хотя как мы знаем эта симпатия не помешала охлаждению и последовавшему вскоре окончательному разрыву их отношений в указанном письме мы читаем красный рог 23 августа 90 года дорогой многоуважаемый Николай Николаевич я хотел и не успел перед вашим отъездом сказать вам о своей полемической статье которая на этих днях должна появиться или уже появилась в русской мысли если только не вмешалась цензура хотя мне пришлось многое у вас одобрить а кое-что и горячо похвалить но в общем конечно вы будете недовольны страница 66 что же делать в этом споре из-за России и Европы последнее слово во всяком случае должно остаться за мной так и написано на звездах не сердитесь голубчик Николай Николаевич и прочтите внимательно следующее объяснение книга Данилевского всегда была для меня Унген Айсербар и во всяком случае ее прославление вами и Бестужевым кажется мне непомерным и намеренным преувеличением но это конечно не причина для меня нападать на нее и вы может быть помните что в прежнее время я из дружбы к вам даже похваливал мимоходом эту книгу разумеется лишь в общих и неопределенных выражениях но вот эта невинная книга составлявшая прежде лишь предмет непонятной страсти Николая Николаевича Страхова а через то бывшая и мне до некоторой степени любезную вдруг становится специальным Кораном всех мерзавцев и глупцов хотящих погубить Россию и уготовить путь к грядущему Антихристу когда в каком-нибудь лесу засел неприятель то вопрос не в том хорош или дурен этот лес а в том как бы его получше поджечь вы можете удивляться ошибочности моего взгляда но убедить меня в ней не может уже потому что самая точка зрения с которой я в этом случае сужу для вас совершенно чужда вы смотрите на историю как китаец буддист и для вас не имеет никакого смысла мой еврейско христианский вопрос полезно или вредно данное умственное явление для богочеловеческого дела на земле в данную историческую минуту а кстати как объяснить по теории Данилевского что наша с вами общая чисто русская и бопоповская национальная культура не мешает вам быть китайцем а мне евреем если это объяснение и не удовлетворит вас то надеюсь вы мне поверите на слово что поддерживать свою позицию в этом споре есть для меня обязанность на днях я еду к фету а что дальше не знаю думаю быть в Петербурге в начале зимы а может быть и раньше будьте здоровы и не сердитесь на душевно преданного вам Владимира Соловьева Владимир Соловьев письма том 1 страница 59 60 страхов умер 26 января 1896 года но дружеские отношения с Владимиром Соловьевым за эти 6 лет у них так и не восстановились страница 67 вообще говоря в конце 80-х и начало 90-х годов были для Владимира Соловьева временем довольно тяжелым правда в 1891 году он был назначен редактором отдела философии энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона но кажется это единственное благоприятное явление за весь этот период прежде всего его весьма удручала полемика с эпигонами славянофильства если в первых двух очерках своего национального вопроса он касается только соединения церквей то в дальнейшем последовала довольно бурная полемика с эпигонами славянофильства но это очень красиво ESE 향 и �색 и 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 Продолжение следует...